О трех вещах дизайна человека, вообще-то. О том, что нет выбора? Выбора нет. Вы уникальны, любите себя. Это ядро дизайна, все остальное это механизм. Никто из нас не является нормальным, все уникальны, дифференцированы, отличаются. Но в этой попытке играть нормального человека, человек теряется. Как только мы собираемся в ауре больше двух человек, правда индивидуально растворяется. Мы становимся номер такой-то, должность такая-то, статус такой-то. Кто ты такой-то? Вообще похер. Налоговый абсолютно все равно. ННН такой, поэтому абсолютно абсурдные групповые практики пробуждения. Сегодня интервью с автором уникального проекта, который глубоко и подробно объясняет систему дизайна человека. Фрактал-2027. Даниилом Трофимовым, здравствуй. Салют. Три года назад наша команда брала у тебя интервью, немного в другом составе. И там были такие строчки. «Я Бог, я мастер притворяться. Встречаюсь вечно лишь собой. Я не устану наслаждаться своей божественной игрой». Это твои строчки, верно? Да, стихи. Скажи, пожалуйста, эти строки, каждый наверняка понимает по-своему. Какой смысл ты не вкладываешь? Когда я писал, я подразумевал, что каждое существо живое является проявлением чего-то целого. То, что можно было бы назвать как Бог или сознание. И вот, собственно говоря, это существо, между собой тасуя эти формы, встречается сам собой все время. То есть, вот такой прямой, мне кажется, очевидный смысл прямо в этих словах. На протяжении всего времени упоминается, ну, у тебя в постах, либо же у тебя на твоем сайте, и также в интервью, которое было дико-н-зад, о том, что ты находишься в эксперименте. И, соответственно, к чему ты идешь? Ты бы мог, пожалуйста, рассказать, что это за эксперимент? Насколько он сейчас трансформировался спустя 3 года после интервью? Что сейчас вообще происходит в этом эксперименте? Эксперимент называется процесс проживания своей природы в соответствии со своей изначальной конструкцией. В дизайне человека мы называем этот эксперимент со стратегией-авторитетом, поскольку у каждого типа есть своя стратегия, и у каждого человека есть свой внутренний авторитет. И дизайн человека описывает механически, как функционируют типы. То есть, предположим, если это генератор, то это стратегия откликация, проект рождать приглашение и так далее. И в зависимости от того, какой человек авторитет, принятие решения, которые человек осуществляет через этот механизм, позволяют ему приходить в процессе этого эксперимента к своей уникальной жизни. То есть, к той жизни, в которой он был сконструирован, скажем так. В общем, по сути дела, эксперимент — это просто проживание себя и своей правды через инструментарий, который предложен в этой системе в дизайне человека. То есть, может быть, сейчас бы я даже не формулировал таким образом, что я в эксперименте. Это скорее просто жизнь, но теперь уже с дизайном человека. Вот так. А ты используешь дизайн человека во всех аспектах своей жизни, получается? Сложно сказать, используешь, потому что через это я все просто вижу. То есть, это стало частью меня и того, как я воспринимаю реальность. В хорошем и в плохом. То есть, в отношении того, что это не определяет мои поступки. То есть, предположим, если я вижу что-то в твоей карте, это не означает, что я, исходя из этого, принимаю решение общаться с тобой или не общаться, потому что у тебя в карте есть этот аспект или этот. Это не означает такую вот историю. Потому что в этом случае я бы просто использовал бы эту информацию для своих решений из ума. Что для меня дизайн человек определяет? Он определяет и показывает мне скорее карту ко мне самому. То есть, дело не в том, как устроена там окружающая реальность, которую я без сомнения вижу уже через призму дизайна. Но решение мое приходит через мой авторитет. То есть, я сейчас немножко запутанно сказал, но смысл заключается в том, что это не концепция, которую можно использовать, глядя на жизнь или принимая какие-то решения. Это скорее концепция, сама по себе информация, это ментальная. Но это как карта. И карта, в конечном счете, которая приводит тебя к тебе. А у тебя уже есть в теле встроенный механизм принятия решений. То есть, это не что-то, что ты можешь как бы использовать. Типа, давай-ка я использую бодиграф, чтобы понять, мне с этой девушкой общаться или нет, или с этим парнем иметь дела или нет. У меня есть свой внутренний авторитет. У меня есть стратегия моя, то есть, я генератор, соответственно, я жду отклика. Я не инициирую сам, не пишу, типа, давайте что-то, или там не навязываюсь никому. Смотрю, что жизнь приведет. Из того, что жизнь приводит, я уже могу реагировать, откликаться. Смотреть, как моя система, мое тело суммарно реагирует энергетически на эти запросы. Как и в какой момент времени. Потому что бывает, что сейчас нет. Но через какое-то время эти же люди, или даже предложения, но моя система уже готова, и тогда я откликаюсь. То есть, по сути дела, это просто упрощает жизнь. А, конечно, все сферы я через это вижу, отношения, работа, все, где люди как-то взаимодействуют, дизайн человека. Это о людях. А мы живем среди людей, все вокруг этого, вся цивилизация – это люди. Здесь, кстати, и дизайн великопитающих, и растений, и насекомых тоже можно смотреть, но это не имеет такой практической ценности. Но когда ты понимаешь, например, механику людей своей жизни, своих родственников, своих родителей, тебе уже не очень-то и нужны практики по исцелению внутреннего ребенка, ты понимаешь на механическом уровне, как ты обуславливался, чем, почему механизм ума родителей, которые тебя воспитывали, чтобы было их травмами, и что они передали тебе. И, соответственно, ты понимаешь, откуда у тебя растут ноги. И без обвинений, просто ничего личного. Как бы часовой механизм так работает, в кавычках часовой. Вот, поэтому то же самое, что касается отношений, например. Если у меня какие-то взаимодействия с человеком, я знаю его карту, мне легче его принять. Это не о том, что я решаю через это, общаться с ним или нет. Мне легче принять. Вот это такой, вот такая девушка, у нее коллективная определенность, она не для племенной семейной жизни, она не будет дома сидеть. Ну и окей, она проживает свои какие-то коллективные истории. Я такой, она такая. И нас устраивает, когда мы встречаемся, это качественное время. Если это племенной человек, там у него другая история. Если это такая механика, если это проектор. И в зависимости от этого мы понимаем, что это часть природы этого человека. Хотя зачастую есть вот эти искажения, где человек старается играть то, чем он не является. И тогда это может быть наоборот такой, ну как бы попыткой играть нормального человека, хотя ты, никто из нас не является нормальным, все уникальны, дифференцированы, отличаются. Но в этой попытке играть нормального человека человек теряется. И он подавляет себя, приносит жертву своей уникальности, потом требует от тебя, чтобы ты приносил жертву свою уникальность, чтобы играть ту роль, которая соответствует тому, что подходит ему сейчас. В его голове, естественно, потому что его природа не об этом. Тогда это становится, этот инструмент, средством коррекции. То есть ты можешь видеть и подсказывать человеку другому, ну если он открыт как его, потому что без запроса ты ничего не дашь. Осознанность мы не можем разделить силой, мы можем только что-то предложить. Если у человека есть внутренняя резонанса, с этой информацией он это воспримет. Если нет, может быть это не его фрактальная линия, не его жизнь, не его судьба, как бы это узнать. Ну что ж, может быть какой-то период времени нам даже по пути. Это вовсе не означает, что если человек не признает эту систему координат дизайна человека, например, то я с ним не смогу общаться, смогу, конечно. Весь мир это людям ложного я, и я такое же ложное я. Просто вот эта коррекция, которая происходит в ходе эксперимента, она делает тебя восприимчивым, чувствительным, и ты уже не можешь, так скажем, обманывать себя и притворяться, почему я так, например, редко сейчас выхожу в социум или общаюсь с людьми, потому что среди людей нужно протокол определенно отрабатывать. И зачастую люди оскорбляются на правду, когда ты открытый прямо говоришь, особенно если ты 1-3 с канала 51-25, как у меня, и с 39-ми воротами провокации. Это может быть некомфортно. Поэтому у меня такие точечные соприкосновения, но они очень глубокие в последнее время. На самом деле ты так много говоришь, что встроено. Я знаю, еще в предыдущем интервью, которое было, были такие моменты, что ты говоришь, что все предрешено. То есть, означает ли это, что этот механизм, который руководит нами впоследствии, который, в принципе, может как-то описать система дизайна человека, он встроен с самого детства, то есть с рождения человека. Да, с рождения, конечно. Вот человек только, то есть на это не влияет ни воспитание. Воспитание влияет тоже. У нас всегда есть этот синтез того, что является нашей природой и детерминированно. В частности, предположим, ты женщина, это очевидно, и я мужчина. Это детерминированно. Мы можем сколько угодно говорить, что жизнь несправедлива, но она несет эти ограничения просто по факту. Мало того, мы детерминированы в своих сенсорах. Мы не можем воспринимать реальность, как это делают многие животные в других диапазонах. Ультразвук, ультраинфракрасный свет, например, у змей, ну и так далее. То есть мы детерминированы. Очень многое предопределено в нашей форме. И есть та открытость, то есть то, что у нас не зафиксировано в дизайне, это всегда открытые центры, неопределенные, или, предположим, это может быть... Ну, хорошо, давай для простоты, скажем так, у нас есть 9 центров, 9 механик, 9 функций как бы основных. И часть из них определена, часть не определена. Вот та, которая не определена, то есть она не закрашена, там нет каналов, которые бы определяли, как она работает. Она становится местом нашего обучения или обуславливания. То есть мы с самого детства получаем воздействие от среды и учимся в этих темах, в темах этого центра. А учимся мы, ну, хорошо бы, если бы мы учились, то есть понимая, чем мы являемся, рассматривать открытость как место обучения, это прям супер было бы. Но по факту происходит так, что мы отождествляемся с этим. Вот, предположим, я могу свой пример привести. У меня открытый эмоциональный центр, и мой дизайн, моя вся определенность, она холодная. Но из-за того, что у меня была эмоциональная мама, и со страстным каналом 22.12, канал очень романтичный, очень экспрессивный эмоционально, я очень долго, очень большую часть своей даже взрослой жизни отождествлялся с этим способом иметь дело с отношениями и чувствами, и думал, что вот я и есть такой страстный, вот такой вот как бы романтичный, экспрессивный. И те способы модели, которые я переменял в эмоциональном поведении мамы, как она решала конфликты, имела взаимо... Я проявлял в своей жизни всегда искаженно, поскольку это не моя природа, и это никогда не приводило меня к удовлетворению. То есть это не было моей природой. Это как раз та самая обусловленность. То это не дает мне выбора никакого, но это некая вариативность, потому что, предположим, если у меня была другая мама, или другой папа, неважно, кто угодно, другой человек, который воздействовал бы на меня и дал бы мне эту модель эмоциональную, я бы перенял это. Это не я является моей природой, но, как говорится, привычка вторая натура. И пока этот процесс разобуславливания, как минимум 7-летний цикл первой наблюдения, не пройдет, я могу думать, что это и есть я, проживая как бы вот эти паттерны ложного я, то есть то, чем мы не являемся, как свою природу. Поэтому, да, часть у нас предопределена и зафиксирована, то, что у нас определено, часть не зафиксирована, но становится нашим ложным я со временем, просто в процессе взросления, воспитания. Потом в процессе наблюдения, эксперимента как раз с этим знанием ты обнаруживаешь, что это не ты. И тогда это место становится местом обучения. Вот, например, у тебя 19-49 канал определен. Эмоциональная твоя система определена каналом синтеза, это поток чувствительности, прикосновения, там есть определенные темы в этом канале. И когда ты появляешься в ауре человека неэмоционального вроде меня, я начинаю чувствовать эту частоту, эту эмоциональную чувствительность, легкий привкус флирта 19-х ворот, эмоциональные принципы 49-х. То есть это энергия, которая становится как бы и моей тоже. Я безвыборно начинаю переживать эту чувствительность и могу даже думать, что это мои чувства или моя чувствительность. Но это не моя чувствительность, я просто амплитудирую то, что приносишь ты в своем дизайне, в своей природе. А это тоже связано с твоим дизайном, что ты перенимаешь это? Это у любого человека, у которого открытый будет центр, он будет получать энергию определенного центра внутрь себя на уровне частоты. Вот ты входишь в ауру, между нами меньше 5 метров, меньше 3 даже, сколько между нами, метр-полтора. У тебя есть определенное поле электромагнитное, у меня тоже. Помимо того, что оно просто как электромагнитное поле, мы также излучаем всякие разные феромоны, мы звучим каким-то образом акустически, я звучу, этот голос попадает внутрь тебя, и ты это тоже слышишь. Так же, как и твоя химия, когда ты выражаешься. Я начинаю сонастраиваться. У нас есть там и зеркальные нейроны, которые обеспечивают этот механизм, и нейромедиаторы, и гормоны, которые у тебя, в твоем стандартном режиме, вырабатываются в определенной пропорции, и начинают вырабатываться в железах, в органах моего тела тоже. То есть я начинаю чувствовать реальность чуточку искаженно относительно своей изначальной природы, но больше как похожим на то, как ты это чувствуешь, с эмоциональной, если говорить перспективой. Потому что у меня эмоциональный центр открыт. И так в каждом центре. То есть 9 центров, соответственно, если взять там рефлекторов, людей, у которых вообще все 9 открыты, они полностью как зеркала, то есть они начинают со временем быть как хамелеоны, отражать свою среду, то есть с чем они взаимодействуют. Есть люди, у которых все 9 определены, например, они более фиксированы и устойчивы. Они не будут так сильно меняться в зависимости от того, с кем они общаются. А для рефлекторов это деструктивно? То есть когда они перенимают, получается, что они не находятся в своей природе, а постоянно перенимают чужие качества? Так не сказать, деструктивны или нет. Это их природа и есть, рефлекторов отражать. Деструктивно это может быть, если это нездоровое, некорректное для них окружение. Потому что они становятся фактически таким, слепком, винегретом из того, что вокруг. То есть если это правильные для них люди. Но опять же, что значит правильные? Вот у нас есть представление в голове, что правильные – это здоровое питание, надо и поехали. На самом деле вовсе нет. То есть правильные для человека – это значит подходящие ему по его частоте. А это может он определить только через свою стратегию, свой авторитет. То есть, соответственно, для рефлектора, прежде чем включать в круг близкого общения с кем-то, в какой-то опыт входить. Есть правила, они должны выждать лунный цикл. Они должны, чтобы прошла луна по всей мандали, то есть, чтобы вся их химия… Ладно, это сейчас будет очень детализировано, поэтому лучше без этого. Есть месяц, который нужно прожить, чтобы прочувствовать разными способами этот контакт, который в их жизни происходит. Это похоже на то, как у эмоционально определенных людей, вот как ты, например. Потому что первое, что ты встречаешь, общаясь с человеком, это свое искаженное восприятие, потому что ты на волне эмоциональной. Ты можешь быть очень чувствительный, тебе человек очень нравится, может быть очень нечувствительный, отталкивать. Не потому что это про него, это будет связано с твоим эмоциональным состоянием, которое меняется постоянно, поскольку это волна. От чувствительности до отвержения. И двигаясь по этой волне, ты со временем сможешь собрать более объективно не ментальную перспективу, хороший человек или плохой. Это что-то, что идет за пределами, хороший или плохой. Это объем. Потому что нету хороший или плохой. Есть объем. Вот что-то об этом существе ты можешь сказать. И это может быть намного объемнее, чем первое впечатление, если ты позволишь себе время, чтобы выждать свою эмоциональную ясность. Так работает эмоциональный авторитет. А я, например, серединочный генератор, спонтанный. У меня инстинкты, интуиция. То есть все в моменте. Если я распознаю, например, что я инстинктивно открываюсь, у меня есть доверие этому как бы на уровне запаха, на уровне акустики, то мое тело говорит, да, сейчас этому опыту. Я не могу сказать, что будет завтра. Я не знаю ничего в объеме. Вот как у тебя, как у эмоционала. Но про сейчас я могу очень остро знать свою правду. При условии, что я могу отличить эмоциональное обуславливание. Потому что я могу также и быть в этой амплитуде эмоциональной. А эмоциональный центр заглушает все остальное. То есть если, грубо говоря, очень сильная волна эмоциональная, то это может опьянять очень сильно этими гормонами. Я могу быть невосприимчив к своей иммунной информации, к селезеночной, вот к этой инстинктивной осознанности. А у тебя как раз противоположная история. У тебя селезенка открыта, эмоционально определенна. То есть у тебя очень медленный дизайн в плане принятия решения, плюс тройная определенность. У меня все сейчас в среде. Поэтому мне очень сложно было в отношении договориться, когда мы будем снимать, когда мне писал там, или я там, давай спланируем через месяц. Для меня это, я не знаю, в каком стране я буду находиться через месяц. Вот. А для эмоциональных людей как раз лучше иметь больше времени, чтобы прочувствовать, чтобы не было спонтанных решений. Вот такие простые вещи. Казалось бы, да, на поверхности сейчас разговор ведем. А уже насколько это может повернуть способ, как ты открываешь свою правду, как ты обнаруживаешь, что для тебя правильно. Ты до этого говорил, что 7 лет для распаковки и наблюдения за, скажем так, теми программами, которые ты приобрел от своей мамы. То есть почему именно 7 лет? Это какая-то определенная цифра? Во-первых, не только от мамы, это я просто иллюстрацию привел. Да, да, я просто, меня интересует даже больше вот этот временный промежуток. Да, 7 лет, это базовое. У нас меняется 90, по-моему, 2 или 96 процентов, 92 или 92, не помню точно цифру, но больше 90 процентов клеток нашего тела меняются за 7 лет. Кожа сам быстро очень обновляется, там волосы, ногти, есть помедленнее, кости, там железы, органы. То есть фактически, вот я не знаю, сколько тебе там, лет 20 с лишним, да, 3 уже тела таких вот, можно рядом посадить, там, да, грубо говоря, они поменялись. А значит, что поменялись, соответственно, и железы, которые там вырабатывают, например, гормоны, нейромедиаторы, которые обеспечивают тебя настроениями, там, срезами восприятия, то есть, ну, определяют твое поведение. И вот предположим, у меня открытый корневой центр, я не устойчив к стрессу. Корневые люди, как ты, например, для меня не всегда комфортны физически, потому что мне начинает жарко становиться, я начинаю ерзать, потому что это давление, оно заставляет, особенно, когда много, вот у нас 4 канала с тобой корневых, двигаться, корневое давление. Если я как бы не знаю об этом, то я думаю, что я могу что-то сделать, чтобы избавиться от давления и расслабиться. И тогда начинаю спешить, быстрее суетить, чтобы что-то, вот мне кажется, что что-то я исправлю, сделаю, и тогда я расслаблюсь. И я всю жизнь так и делал. То есть, когда появлялись рядом корневые люди или что-то от меня хотели, давили на меня, предположим, то я начинал под этим давлением действовать. У меня дедушка корневой, я всю семью, когда знаешь, понимаешь, откуда ноги растут. Я помню прекрасный этот паттерн, когда там надо было прокосить лужайку, например, сделать на даче. Я не делал, не делал, не делал. Потом я слышу, звонит дедушка, бабушка, что он там едет, предположим, да, и еще радиотелефоны какие были. Значит, 3 километра примерно ему ехать, и я начинаю в панике быстро это все делать под давлением, потому что это стресс. Плюс он эмоциональный был, я знаю, если он приедет, я не сделаю, будет конфликт. А открытые эмоционалы не любят, очень не любят расстраивать кого-то. Поэтому люди вроде меня с открытыми эмоциями, ложным я, это двуличные существа, потому что позитивная масочка, все хорошо, все хорошо, я же вас не расстроил, я вам сделаю, как вам нравится. Чтобы только не чувствовать эту эмоциональную боль, разочарование эмоционально определенных людей. И, конечно, это большая работа, и это 7 лет, чтобы обнаружить эти вещи хотя бы. И в лучшем случае обнаружить, это увидеть, если ты это видишь, это уже не влияет на тебя. То есть сейчас я могу сказать свою правду эмоциональному человеку, не боясь его расстроить. Хотя все равно страх этот есть, он не определяет просто то, что я говорю. Но страх этот есть. Я знаю, что есть вещи, которые, блин, неприятно будут. И если это какие-то вещи, которые имеют значение, это отношения, например, какие-то, где я тоже имею какую-то привязанность, и мне важен этот человек. Есть большой соблазн начать играть очень позитивного, приятного парня, и под давлением еще делать то, что, например, ты хочешь, чтобы ты не расстроилась, чтобы ты не отвергла меня из своих принципов 49-й ворота, чтобы не испытывать эту жесткость, чтобы ты была мягкой, и теплой, и чувствительной всегда. Поэтому я могу принести в жертву свою индивидуальность и так далее. То есть это ложное я, которое определяло то, как я имел отношения в своей жизни. Естественно, это были созависимые отношения, больные. И это процесс, да, 7 лет. Я сейчас, кстати, на 7-м году экспериментом как раз с этим делом. Ну, проживая, проживая не свой дизайн. Где-то, можно сказать, я вижу результаты в таких вещах, как примеры, то, что я писал. Где-то я обнаруживаю, насколько глубоко какая-то кроличья нора, когда вижу, что есть еще места и существенных, где ум правит балом. А ум это, потому что это, ну, определенная картина мира, которая извне была загружена в него. То есть это не природа. Если правит разум, соответственно, это не природная природа. Нет, не разумность, разумность это немножко другое. Ум ложного я. Вот есть наша природа, органика. То, чем я, например, являюсь, интеграционное, индивидуальное существо, эгоистичное, там, с потенциалом поддержки своего племени, но еще и индивидуальное мое эго, которое о себе. То есть, ну, центрированное очень существо. Это моя органика. Я могу, как бы, усиливать это индивидуальной частью и пробуждать в каком-то смысле, да, если люди соприкасаются со мной, и я центрирован. Но мой ум как раз в открытых центрах. То есть, адреналиновый центр, эмоциональный центр, ментальная система. То есть, что в ложном я пытаюсь сделать? Я под давлением, спешу, избегать конфликтов, конфронтации, притворяться уверенным и умным. Открытая аджина, потому что я не создаю концепции. Это не мои концепции. Я использую концепции Рауруху, это дизайн человека. Я через нее смотрю на жизнь. Но есть другие концепции, через которые можно оперировать. И у меня не определено это. Я могу пообщаться с определенной аджиной, как у тебя, у тебя ментальная система определена. И посмотреть на мир, ты скажешь, это вот поэтому, я увижу, я пойму, о чем ты говоришь. Это не значит, что я так буду жить, но разделю с тобой твою ментальную перспективу. В противном случае я буду притворяться уверенным, что не то, что я узнал заранее, вот это правда, а то, что ты говоришь, неправда. И мы будем спорить просто. И вот такие вещи, это и есть ум. Все это ум. То есть, в открытых центрах это все ум. Адреналиновое, эмоциональное ум, может быть, у тебя может быть ум страхов, потому что у тебя селезеночный центр открыт. То есть, это не только про концептуализацию, это другая скорее история. У нас есть ментальная осознанность, но она в дизайне так и называется ментальная осознанность или аджин-центр. А ум ложного я это конкретно такая вот история, которая управляет жизнью человека в обход его определенности, в обход его природы. То есть, это некие, да, ты правильно сказала, это некие такие накопленные в это годы обуславливанные стратегии, в том числе защитные. То есть, в частности, например, да, я чувствителен эмоционально к эмоциям других людей очень, но стратегия-то какая? Она заключается в том, чтобы избегать конфликта или избегать конфронтации, потому что тогда я буду типа переживать, как мой ум думает, приятные эмоции. То есть, не буду дерьмо, короче говоря, чувствовать. Вот. Но дело в том, что это часть жизни тоже. И если я имею дело с эмоциональным центром, да, то наслаждение и боль, они очень рядом всегда. Сегодня наслаждение, завтра боль. Сегодня чувствительность, завтра отвержение. Я сейчас ключами твоего дизайна говорю. Сегодня у нас все хорошо, у нас все... Завтра я не понимаю, почему мы вместе. И это холод такой... Это тоже часть процесса. Но другой вопрос, что я не обязан это все носить, как бы, да, и не эмоционал. В ложном я буду делать поступки, которые, как я думаю, приведут к тому, что я буду все время иметь позитивные эмоции, а негативных типа нет. И вот эта вся пропаганда быть всегда счастливым, это все пропаганда ложного я открытых эмоций. Это реально клише, что если ты несчастлив, с тобой что-то не так. Ну, то есть, типа, если ты пообщаешься с какими-то людьми, которые там в практиках, там вот этих всех историях, они тебе так и скажут, если ты несчастлив, что-то типа у тебя, ты что-то не понял. Но на самом деле нет. У тебя постоянно вырабатывается эта химия эмоциональная. И меланхолия еще бывает индивидуальная, у тебя два, три у тебя индивидуальных канала, они все про меланхолию, так или иначе. Я знаю, что такое меланхолия, это грусть, когда у тебя нету энергии для выражения наружу, и ты просто проваливаешься в эту бездонную. А если ты еще с эмоциями, как у тебя, это может быть очень глубокая печаль. Если ты не прячешься от этого, это просто часть твоей химии, и ты ее спокойно проходишь. Просто я возвращаюсь к тому, что это и есть тоже обуславливание. Предположим, если бы мы жили с тобой вместе, как партнеры, то выходя утром на кухню, видя тебя, я бы сразу автоматически получал эту химию в свое тело. Это приятная она мне или нет. Поэтому есть такая тоже часть эксперимента с дизайном, некое такое правило, что ты спишь в собственной ауре. Рядом с тобой в радиусе 3 метров хотя бы никого нет, чтобы ты просыпался в своей энергии. И тогда ты можешь выйти и почувствовать, о, интересно, нет, пожалуй, у меня сейчас другое. И тогда ты можешь проживать свою траекторию, а не мы. Потому что мы – это гомогенизация. Нету мы. Это идея мы. И когда люди вот так вот вместе, вот все время вместе, у них это мы образуется, там нет уже правды индивидуальной. То есть это все ложное получается? Ну, обобщить, сказать все ложное я не могу, потому что иногда мы говорим мы, когда мы презентуем нас как систему, например, мы команда, мы семья. Но нужно понимать, что это всегда встреча индивидуальности. Вот у нас 3 человека в комнате, да, оператор ты и я. Это мы. Мы компания. Но при этом есть индивидуальности, у которых своя химия, своя природа. Но как только мы появляются, мы уже не учитывая эту индивидуальность. Особенно в пенте. Вот группа из 3 человек. Это уже пента. Двое еще могут встретиться в своей правде. Ты и я. Трое теряется этой индивидуальности. И она жертвуется интересами группы. Мы идем туда. Мы идем сюда. Мы не можем поехать туда. То есть недавно у меня такой был момент. Я с девочкой с одной разговаривал. Она говорит, ну я не могу, у меня нету я, у меня есть мы, она с подругой вместе здесь на Бали. В отношении каких-то решений. Если куда им дальше ехать, ехать им куда-то дальше. Я не могу одна за себя. Мы же вместе приехали. Они и спят в одной ауре, кстати. То есть это пример такого обуславливания, когда это не будет правильно для одной или другой. У них же разные жизни, разные тела. Но они не принимают индивидуальных решений. Получается, что они не проживают свою природу. Конечно, они перемешались. И это совместно им может очень нравиться, потому что открытая селезеночка любит быть с определенной, потому что чувство безопасности. Открытые эмоции хотят быть с определенной. Потому что и в зависимости от композита. С зависимостью. Да, да, да. У меня нету этой химии, этих ворот. Они мне интересны. Это притяжение. У тебя есть. И мы встречаемся вкусно. Это не страшно. Это даже часть обуславливания это и есть жизнь. То есть, ты встречаешь другого человека не для того, чтобы только поговорить с ним ля-ля-ля. Невербально очень много вещей мы проживаем. Мы чувствуем друг друга. Мы... О, интересно, я чувствую этого человека. Какое-то... Может быть, это сексуальное. Может быть, это что-то вдохновляющее. Может быть, самые разные вещи. И это красота жизни. Но когда мы кушаем борщ на завтрак, на обед, на ужин, мы не можем уже отличить, это борщ или это я. Вот это дилемма. И сложностью становится, когда человек перестает принимать свои индивидуальные решения через свою стратегию авторитет. Если ты спишь с этим человеком все время, если ты кушаешь не в своем диетарном режиме, у тебя нету возможности отсоединиться от этой химии чужой. Если ты все время среди людей не бываешь один с индивидуальными каналами, у тебя должно быть обязательно время для себя, чтобы ты могла почувствовать, кто ты такая. Иначе ты просто все время теряешься, 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 потому что ты сама собой, тебе не очень хорошо. И отношения будут всегда с такими же людьми, которые также рассчитывают на то, что общение с тобой им поможет избавиться от этой экзистенциональной боли, которую они переживают в одиночестве, потому что они не любят себя. И когда они встречают тебя, у них есть надежда на то, что ты им принесешь это спасение. Это случается опыт, вы начинаете взаимодействовать, и эта надежда рассыпается, вы горько разочарованы, обвиняете друг друга, и вы расходитесь. Не проблема в том, чтобы расходиться, но не так. Вы можете расходиться, корректно войдя, проживая себя, получив правильный опыт с благодарностью, спасибо, все было круто. У меня было в жизни и так, и так. И вот по сути дела, наверное, только последние пару лет в эксперименте, или как хотя я сказал, что я не очень люблю так говорить, но последние пару лет моего знакомства с дизайном, вот я имею в виду из этих семи лет, два-три года последние, я наблюдаю, как это работает, как работают отношения, когда нету вот этого созависимого поиска. Когда я окей, сам собой, если что-то в мое кино приходит, я это смотрю, я это могу любить, но это не становится главным персонажем моего фильма. Я главный персонаж моего фильма. Я мужчина своей жизни. И нет никакой женщины моей жизни. Женщины могут быть, да, или может быть даже женщина, но это всегда другое. Это как бы человек снаружи, это не я. Главное я. И если я из этого я общаюсь, ну, это эгоистично, это нарциссично может звучать, это может быть не по-духовному, но тогда я центрированно, я могу эту правду выносить. А если я исхожу из каких-то концепций о любви и делаю ради другого, бог там с ним, что там у меня, ради него, ради нее, тогда я обманываю человека. Потому что это не рождается в моей химии, естественным образом. Если это забота, то это, блин, моя, я для себя заботюсь, я делаю что-то, потому что вот недавно был случай, знакомую девочку в инстаграме, там парень какой-то ну, застебал, вот, и как знакомую, я только брал у нее две тренировки, она спортсменка, там, мастер спорта, педжидо, и я просто почувствовал в теле, мне стало горько вот от этого ощущения, что я увидел. И я ему написал комментарий, он попросил обратную связь, тем более, у меня случился отклик, я выразил свою позицию, она поблагодарила, что я за нее заступился, но это было не для нее, я просто почувствовал, что мне будет плохо, если я это не сделаю, потому что я буду чувствовать, что я где-то смолодушничал, испугался, что ли, да, или вот это было правильное место для этой конфликтуры, моя химия это просила, мое тело, это для себя было, но ей это послужило службу, для нее это было как бы, что я выглядел для нее благородным. Понимаешь, что я имею в виду? Да, я понимаю, у меня просто, ну, тоже такая точка вообще на отношениях с людьми, что идеально, когда встречаются два партнера, и вот то, что ты говоришь, то есть, когда человек проявляет себя, проявляет свою истинную природу, и другому человеку это, ну, подходит, ну, такое, то есть, понимаешь, когда, ну, условно, что мои хочу, это хочу моего партнера, а моего партнера хочу, это мои хочу, но это не про то, что мы подстраиваемся, это про то, что это природное проявление, и это устраивает всех, То есть ты проявился, она хотела, чтобы ты за нее заступился, но ты проявился не потому, что она этого хотела, а потому, что это твоя природа. И вот этот момент, когда люди не прогибают под себя других людей, то есть это не подстройка, не какое-то взаимозамещение, притирка, а когда просто сходятся две целостные семьи и им хорошо вместе, потому что это как пазл. Оп! И это не про то, что надо быть вместе, а именно про то, что не задевая индивидуальную природу друг друга. То есть нет вот этого давления, каких-то обид, это просто наблюдение за собой и как следствие, ну то есть когда ты наблюдаешь за собой и принимаешь себя, ты точно так же смотришь на другого человека, как отдельная вселенная, которая… Тебе просто становится, какое у тебя дело, грубо говоря. Если ты центрирован в себе. Да. Какое у тебя дело, пробужден другой или нет. То есть если он к тебе обращается и есть у тебя на это энергия, чтобы с этим иметь дело, это будет твоим служением, но в противном случае это будет навязывание и попытка исправлять то, что не нуждается в исправлении. Ну ты понимаешь, насколько вот ту идею, которую ты сейчас доносишь, насколько она… ну то есть у меня просто на это поднимается большое количество энергии, потому что я все время пытаюсь выражаться именно с этой позиции. И у меня до определенного времени меня все время смучал тот факт, что как будто бы со мной что-то не так, что идея, которую я несу относительно она эгоистическая, она неправильная и что вот эта подстройка для правильной коммуникации в жизни она нужна. И то есть везде, то есть там с партнером. И я поэтому не могла в отношениях, в дружбе во всех, для меня это было непонятно, потому что… ну то есть мне самой не то чтобы не нравится подстраиваться, я просто понимаю, что я испытываю дискомфорт, когда вот эта вот подстройка идет. И вроде все классно и у меня идет… Есть нюанс, у тебя неадаптивный профиль, у тебя очень фиксированный профиль, ты 1-4 и в твоем дизайне нету и очень определен твой дизайн, то есть у тебя 8 центров определено. Давай раскроем вот что это. Да, к примеру, у меня 4 центра неопределенные и я 1-3 и часть моей программы как раз адаптация, то есть это не… мы затронули эту тему, но обобщить и сказать, что это всегда так, что адаптация подстройка не нужна, и так будет неправильно, потому что это часть природы некоторых людей, предположим, для меня адаптация – это моя природа. И когда я, например, могу пить чай, могу пить кофе, я не знаю, что я люблю, понимаешь, а если ты пьешь кофе, предположим, то я буду пить с тобой кофе, и это не будет ранением для меня, это будет моей адаптацией, но в какой-то момент я устану пить только кофе, а ты пьешь только кофе, и тогда я разрываю связь как третья линия, и иду пить куда-то чай, вот это так метафорически суть программы третьей линии, но в принципе суть ты как бы да, вот мне кажется, ты передала сейчас своими словами, но есть, конечно, все равно этот момент связанный с переводом своей дикости на социально приемлемый уровень, потому что мы живем в мире ложного я, это нормально, это не трагедия, мы всегда в нем жили, и цивилизация это мир ложного я, то есть мы все имеют эти протоколы социальные, люди не проживают свою природу, это окей, это глобально так. Когда мы оказываемся среди таких людей, наше поведение, если мы будем вести себя радикально, индивидуально радикально, то есть это может быть некорректно даже для нас, это может, это сейчас как бы не открытые эмоции мои говорят, типа будет конфликт, а это я имею ввиду, что это будет просто демонстрация такая из ума тоже, своей непохожести, знаешь, типа я вот не буду меняться, я не буду играть по вашим правилам, и тогда мы становимся анти что-то, и быть как бы в толпе, и быть антитолпой, это не решение, это не то, что ты антиглобалист, или антигей, или анти там блэк, или что угодно, это не дает тебе уникальности, ты просто становишься под флаги какой-то оппозиции, настоящая уникальность, она вне вот этих анти или за, то есть есть твои вкусы, которые ты в принципе не навязываешь, ты как первая линия можешь быть авторитарна для себя, я люблю вот это, а это я не люблю, это авторитарно так, то есть не надо мне здесь рассказывать сказки, я так чувствую, это моя природа и так далее, но это только для меня, я авторитарен, но это только для меня, то есть вы можете, я не знаю, я там люблю девушек, но если вам нравятся мальчики, я не против, просто это мое такое, а ваше дело, это ваше дело, и мне нет дела до того, как вам, потому что и вы не вмешиваетесь в мое, и я не вмешиваюсь в ваше, индивидуальная природа, у меня индивидуальный дизайн, вот она так работает, у меня нету коллективных каналов, как бы каких-то суждений здесь в отношении, что все должны вот так, по барабану вообще, как должны все, у каждого своя какая-то история, поэтому для меня просто это способ вот такой себя объяснить, да, еще один прикол в дизайне человека, что я могу себе объяснить архетипами, названиями, ключами, то есть если, предположим, возникает какая-то ситуация, я понимаю, что да, я могу здесь дальше прогибать свою историю, типа быть в своей правде, но у меня были такие примеры, когда где-то тебе корректно не торчать своей правдой, там сказать окей, это будет твоя правда тоже, но предположим, блин, такой пример будет, ну хорошо, все же, идешь ты с чем-нибудь запрещенным по улице, что-то у тебя, вот в какой-то стране запретили там, не знаю, там, бутылочку воды с собой носить, и тебя останавливает полицейский, говорит, у вас нет с собой ничего запрещенного, ты можешь ему сказать правду, что есть, а можешь ему сказать, что нет, и как это будет для тебя корректно, должно твое тело определить в моменте, у меня тело может сказать, нет ничего запрещенного, хотя я знаю, что есть, вроде соврал, но это было моей правдой в этот момент, и это расширяет представление о том, что такое правда, потому что правда это не догма, это не какая-то концепция, это не какая-то установленная заранее позиция, это каждый момент времени разворачивающаяся жизнь, то есть вот то, как происходит сейчас, у меня был такой опыт, я приехал в Украину, я был в Крыму через Симферополь, и я им сказал об этом, они меня спросили, я честно ответил, меня не пустили в Киев, и на три года заблокировали въезд, если бы я не сказал, меня бы пустили, но я такой человек, я вот как раз, если мне там не надо быть, и это, ну, моя правда такая, что я там был же в Крыму по правде, меня туда не пускают с этим, ну, значит, это не моя фрактальная линия, но в то же время я говорю о том, что есть такие дизайны, и есть такие активации в дизайне у людей, которые могут свидетельствовать о том, что человек может говорить неправду, и это будет его правдой, его природой, есть, буквально есть несколько химий, несколько активаций, которые об этом говорят, что этот человек будет склонен преувеличивать, или приврать где-то, или проманипулировать, у меня, кстати, есть 26-е ворота, ворота манипулятора, и есть люди, у меня нет этих активаций, но есть 56-е еще, вот они любят, такую рыбу поймал, вот рассказчики такие, чтобы простимулировать эмоционально, есть все четвертые ворота логические, они тоже могут дать преждевременное такое вот, ну, есть преждевременное осуждение, вывод, и звучать будет как истина, а на самом деле просто логично, не означает, что истина, а я дам манипулятор, вот у меня есть эта химия, 26-е ворота, 44-26 канал продавца, я могу передать информацию, могу так сказать, что это будет услышано и воспринято, и я не обрабатываю это умом, я не продумываю, как я буду говорить, если я общаюсь у аудитории, и мое тело знает, как это передать, чтобы это было воспринято, это продавец, естественно, это будет показана та грань, которая должна быть показана, чтобы было получить результат у этой аудитории, но это не, я не делаю это башкой своей, это всегда так было, я просто общаюсь, и если я во что-то, ну, и как бы искренне чем-то говорю, это будет, это будет продано, 44-26, в частности, поэтому, наверное, я всегда был успешным во всех проектах, которыми занимался, и в бизнесе, и в дизайне тоже, то есть, канал передатчика, ну, это просто как иллюстрация, хотя можно стесняться этого говорить, что нет-нет, я, ну, это возвращает нас к таким вещам, что такое правда, что это что-то фиксированное, или это что-то, что рождается в человеке сейчас, если мы верим, что это что-то фиксированное, то мы заканчиваем с тобой в спорах по поводу какой-то догмы, а правильно ли для нас спорить по поводу догмы, ну, в общем, вот такие вопросы. Хотелось бы разобрать понятия автор, стратегия и фрактальный канал, то есть, как дизайн человека объясняет эти понятия, как они к нему применяются, то есть, что это значит, автор? Автор, я не знаю, что ты имеешь в виду? Авторитет. Ага, авторитет. Ага, верно, авторитет. Фрактальная линия, ну, фрактальная линия, это, собственно говоря, наша линия жизни, то есть, в дизайне человека, да и не только в дизайне человека, мы же ведь часть формы, то есть, наши тела — это форма, материальная форма, созданная из определенных химических элементов, которые образовались вследствие большого взрыва. То есть, всё материальное получило свои траектории в момент большого взрыва, как в момент удара бильярдные шарики разлетаются на бильярдном столе, так, собственно говоря, все частицы, все молекулы, все атомы, всё, что дальше будет планетами, всё, как дальше будет зарождаться жизнь, было предопределено в момент раскола вот этого большого взрыва. То есть, мы получили свои траектории в этот момент, хотя нас это были как бы ещё на уровне вот людей этих ещё не было, мы только в проекте, как бы в потенциале были. Если бы у мира была формула, то мы там прописаны в этой формуле. И дальше в процессе разворачивания во времени это вот движение, оно синтезирует ещё само себя, то есть, например, какие-то два элемента химических встречаются и появляется что-то следующее, другое, да, как два человека там занимаются сексом, рождается третий, синтез их генетических линий. Вот, и этот синтез приводил к тому, что в итоге появилась планета, зародилась жизнь, и в итоге мы революционно дошли до того момента, что сознание стало себя осознавать внутри формы, то есть, саморефлектирующее сознание наше, благодаря неокортексу, у собак, у животных нету его, нету саморефлектирующего сознания. То есть, мы такие существа, которые теперь можем задаться вопросом, а кто мы, а мы вообще не просто типа живём, а теперь мы задаемся вопросом, а кто мы, то есть, у нас появилась такая способность самонаблюдения. Это фрактальная линия, то есть, это не вариативная какая-то история, это просто линия, то есть, наш разговор был предопределён ещё до нашего рождения, иными словами. Ну, как и движение шарика в бильярде в момент удара определяет полностью весь дальше исход. То, что они там столкнулись, у них поменялась траектория, это не вопрос их выбора, понимаешь? Это вопрос того, что их предопределило заранее. То есть, если ты думаешь, что это ты выбираешь, то все твои реакции на химическом уровне происходят за секунду до того, как ты это осознаешь даже. А реакции эти, они как бы в тебя, они автоматически происходят в зависимости от того, какая в тебе химия, что ты получала за обуславливание, что ты уже знаешь, что ты кушала сегодня, как ты спала, с кем ты вчера разговаривала. Это всё является частью вот этой мозаики, всё даже вплоть до того, как я сейчас скажу и как ты сейчас отреагируешь, моргнёшь глазами, является следствием этой предопределённости. Но это не лишает нас свежести, когда, более того, наоборот, ты получаешь эту перспективу свежую, когда ты признаёшь это по-настоящему, потому что ты тогда просто, ну, сдаёшься этому моменту. Если он предопределён полностью, у тебя не было выбора, ты ни в чём не виновата, ты, ну, просто сдаёшься, всё по-другому быть не может. Ты, это всё, это рай, фактически. Если ты всё время можешь жить в сдаче, ты всегда в раю. Если ты сопротивляешься, я не согласен, ни то, ни сё, мне не нравится, я хочу поменять, это могло быть лучше, это будет ад, правильно? Нет уже никакого ада и рая где-то в других местах. Это всё здесь сейчас. От нашего, от либо сдачи и принятия, и тогда это любовь. Это и есть любовь. Ты сдаёшь реальности, ты любишь, всё любишь, потому что вот она, вот она, жизнь. Вот ты в боге, ты бог, ты в центре, в эпицентре, я не знаю, захочешь, скажи, или ты всё это, ну, и тогда ты жёстко это всё отвергаешь. И это может быть тоже частью твоей траектории, то есть это не от того, что ты, типа, решила теперь головой, о, прикольно, любить и сдаваться прикольно, буду так делать. Это не твой выбор, это предопределено, насколько ты можешь соединиться с реальностью так. Это предопределено тоже. Беспомощность полная, то есть вот когда ты по-настоящему вот, ты шокируешься этим скорее, когда ты это обнаруживаешь, насколько мы беспомощны. Это фрактальная линия. Вот понятие фрактальной линии подразумевает эту беспомощность, сдачу и движение по своей траектории. Вот, то есть включая свои реакции, то, как ты там обрабатываешь, думаешь, а если я сейчас вот так скажу, типа, это же не было предопределено, и это тоже происходит глубоко там в серых областях и выходит в тебе на осознание уже только как решение, хотя это твоё тело сделало само. Так что это фрактальная линия. И наши фрактальные линии пересекаются. Вот, предположим, наши фрактальные линии с тобой пересеклись. Это фактически происходит. Мы общаемся сейчас, сидим в рамках этого интервью. То есть это оказывает какое-то воздействие на меня. Твоя энергия, на тебя моя. То есть происходит взаимное какое-то переопыление. И естественно, это мутация. То есть как было до этой встречи, уже не будет. Что-то меняется. И каждая встреча несёт потенциал такой мутации, то есть изменения. Иногда глубокой, когда это трогает по-настоящему и это разворачивает твою жизнь так, что ты принципиальным способом начинаешь смотреть на реальность. Иногда какая-то недостатка. Поверхностная. В магазине булку купила. Тоже фрактальные линии пересеклись, но кончилось обменом деньги на булку. Различия в жизни не приносит. А иногда такой существенный, что ты как инициацию это переживаешь. Ты думаешь, блин, я в принципе к этой точке шла всю жизнь. Или шёл, как там айваски попил. Или с человеком с каким-то поговорил. Ну, такого равнозначного порядка вещей. То есть, и это не вопрос выбора или там типа усилий этого другого человека. Это волшебство, которое предопределено между вами, это будет или нет. Понимаешь? Так же, как и любовь. Вот. Поэтому вот что такое фрактальные линии. Почему фрактальные? Потому что всё, что происходит в рамках фрактала, каждый следующий шаг, он является как бы таким отражением по принципу подобия того, что было раньше. То есть, пример фрактала, например, лист папоротника. Если ты будешь приближать его лист, ты увидишь, что он как бы, чем ближе ты приближаешь, тем... То есть, он маленький листик, похож на большой листик. Ещё приближаешь и видишь, что в малом повторяется узор большого. То есть, фрактал это такое, как бы, буквально можно сказать, что наш пример с рождением детей похож очень на такое выражение фрактальных линий. Папа и мама – две генетические линии. Они встретились, их генетический материал смешался, и из этих двух линий, как фрактал, подобный и ему, и ей, но чуть-чуть другой, потому что он уже замешан, выражается нечто уже другое. Вот оно несёт в себе, оно отражает генетическую вот эту линию. Оно несёт, но оно другое. То есть, фрактал – это наше, как бы, постоянное перерождение такое в форме. Потому что жизнь – это всегда движение в фрактале. То есть, эта форма рождает форму. Ну, это всё так работает. Она постоянно трансформируется. Но ты не можешь взять и стать мужчиной в своей жизни. Но ты можешь умереть, и на твоё место из тебя родится другой человек, мужчина. Это то, как сознание путешествует. Оно путешествует в транспортных средствах, в телах этих. Они же перерождаются. Ну, понимаешь, да, что это не эзотерик, это физика. Мы рожаем детей, как бы нас рожали наши родители. Вот так вся природа. Потом мы умираем, это всё молекулы, это всё в землю, земля, это всё перерабатывает, минералы, потом растения. Растения – это мы кушаем, или животных кушаем, которые ели от растений. Разницы нет. Это всё циркуляция формы. Форма постоянно трансформируется. А ключ кодовый, то есть, как она трансформируется, по какой программе – это генетический код. По сути, это программный код, как собирать форму. Как собирается форма, она собирается по коду. Вот это и есть фрактальные линии. И у нас ещё есть сознание, которое как бы тоже, как кристаллы личности, они инкарнируют в эти формы. Это у них тоже есть свои фрактальные линии, то есть, инкарнационный опыт, то есть, условно говоря, какие-то прошлые инкарнации у этих кристаллов личности, которые могли иметь какой-то опыт совместный. Но мы отсечены в обычном восприятии от этой памяти, и в ней нет никакой практической ценности. То есть, у сознания тоже есть определённая ДНК, но оно не переносится в этом воплощении? Это информация, которая чисто на кристалле личности остаётся. Это как такой флешка, которая в компьютер вставляется форму, получает информацию, и после каждой инкарнации форма умирает и трансформируется в вещество, в землю. А информация возвращается в свой бандл, в свою связку, и потом снова инкарнирует. Но не все кристаллы личности снова инкарнируют. Чтобы полностью прошёл процесс декарнации, то есть, кристалл личности вышел из формы, необходимо минимум до 72 часов, то есть, чтобы тело не сжигали, не портили в течение трёх дней. Это очень редко сейчас делают, поэтому очень многие кристаллы не возвращаются в свой бандл, в свою связку, и остаются в атмосфере Земли, то есть, как такие сущности. И многие ченнелеры соединяются с ними, какую-то информацию сообщают от них, хотя это не... Ну, это как бы аспекты сознания, которые не получили возможность продолжить инкарнационное путешествие. Это аспекты сознания или это души? А в дизайне нет такого понятия душа, есть вот кристалл личности. Это аспект тёмной материи, который является свидетелем опыта формы. То есть, форма сама по себе, как транспортный механизм такой, который показывает фильм, это тело и это личность тоже. Это и наш ум, и нашим... Всё, что внутри. Я могу закрыть глаза, и будет казаться, что тело не двигается, но внутри происходят какие-то процессы. И это не то, что делает кристалл личности. Это то, что делает может ум, это то, что может делать воображение. А кристалл личности за этим смотрит абсолютно безразлично. Потому что кристалл личности – это не Даня. Кристалл личности смотрит Даню. И то, как Даня лично может реагировать, это настройки этой формы. Меня, как Даня, ну вот этого «я», которая вот совокупность ума, наблюдателя и тела. А сам зритель, аспект тёмной материи этой, он абсолютно не вовлекается. Он просто как бы... В него вваливается сенсорная вот эта информация, он это всё впитывает без оценок. И валит опять к себе на свой бандл, свою связку. Если трое суток тело это не будут трогать, то инкарнационный процесс продолжится. Хорошо. Получается, кристалл, он никак не влияет на поток на поведение человека. То есть он никак не проявляется вообще в социальной жизни. Да, он просто свидетельствует. Да, и у него нет, получается, фрактала. То есть у него есть предрешение, он просто впитывает. Фрактальная линия есть как раз, это и есть линия инкарнации. То есть вот те тела, в которых этот кристалл личности был раньше, это в своего рода фрактальная линия кристалла личности. Но есть же люди, которые не помнят свои, допустим, прошлые жизни, или вообще, допустим, в них не верят, но это всё равно оказывает на них влияние. Я, например, не помню. То есть у меня были опыты каких-то воспоминаний, но я не могу сказать точно, что это именно мои были в прошлой жизни. Может какие-то архетипические солянки общие, аспекты какие-то, это же всё в программе есть. Я не могу уверенно сказать, что я помню свои прошлые жизни. Но это не отменяет того факта, что они могли быть, и их, может быть, было очень много. И просто это никак не влияет на опыт этой формы, потому что Даня – это не инкарнирующий безличностный аспект. Даня – это форма. Подожди, если, допустим, мы говорим о том, что у кристалла тоже есть фрактальные линии, которые загружены с помощью тех жизней, которые были до этого, но при этом они не оказывают никакого влияния здесь. Да. То есть фрактальные, они бездействительные? Только восприятие. Только кристалл личности, только как тёмная материя. Я понимаю, что он воспринимает, только момент относительно того, что у него есть фрактальные линии, но они непригодны здесь, но бездействительные. Практической ценности в этом нет никакой. То есть это может иметь, есть люди, регрессологи, например, они делают такие процессы погружения в прошлой жизни и прочее. Это может иметь практическую ценность для терапии. Предположим, человек испытывает какую-то трудность или у него что-то там с каким-то определённым органом или с частью тела. И вот в ходе этой терапии он там в определённом изменённом состоянии сознания переживает опыт. У меня были такие сессии, я проводил, парень встал после дыхательной сессии, говорит, у меня там горло болело, а мне, короче, я увидел, как мне стрелой в горло попали. Значит, сложно сказать, что является источником. Является ли это какая-то прошлая жизнь источником этой боли? Или это болезненное переживание спроецировало в уме такой образ, который... Это не важно. Это не важно, потому что, если он получил метафорический или визуальный образ, он может что-то как-то сдвинуть это каким-то образом, может быть, в своей там ментальной системе эту историю, может быть, это скажется на его теле. То есть, я не о том, что это типа совсем бесполезно, это может иметь практическую ценность, но искать именно прошлой жизни как такое самоизвинение каких-то вещей, я думаю, что смысла нет. Типа я в прошлой жизни поступал так, поэтому у меня теперь это. Какая разница, если нет выбора? Вопрос кармы, он отваливается, как только ты понимаешь, что нет выбора. То есть, ты не можешь сейчас сделать хорошие поступки, что в следующей жизни тебе было хорошо или плохо, потому что делаешь, какие поступки ты делаешь, предопределено. Подожди, то есть, если, к примеру, человек с помощью регрессии уходит в прошлой жизни, выходит, предположим, что это не его воображение, не его интерпретация, не какое-то логическое размышление, а это именно конкретно, действительно ушел в прошлой жизни, понял, почему у него, допустим, сейчас у него такая проблема, пошла какая-то цепочка, и получается ли, что это тоже предопределено? То есть, у него в жизни ничего не изменится? Этот опыт тоже, вообще все, любой мистический опыт, выход за пределы, матрицы, то есть, это все возможно, пока программа это дает делать. Что такое программа? Ну, Ну, жизнь, программа жизнь, одно и то же. Почему ты называешь это программой? Потому что это фактически программа, то есть, в ней есть код определенный, есть, ну, давай скажем, жизнь, то есть, пока жизнь позволяет. Мне очень нравится твоя интерпретация, мне нравится рассмотреть именно в таком ключе, в матрице, например, в фильме, там в сценарной линейке оригинальной была концовка другая, там как бы Нео снова оказывался в этой капсуле после того, как он спас мир, и тем самым как бы сценарист показывал, что на самом деле пробуждение это архетип внутри программы, то есть, это не как бы хак матрицы, это не то, что типа ты такой умный, ты теперь бог, или там ты типа бога обманул, ну, если бы он был там, ну, типа идея такая, да, у этих людей, которые там стремятся к просветлению, ты просто обнаруживаешь беспомощность, и в ходе этого обнаружения, да, ты видишь, опа, ты можешь трансцендироваться в том смысле, что ты как бы осознаешь, что это все ты, твои формы везде, но это не отменяет того факта, что ты смотришь это кино из этой формы, до конца этой формы, до конца жизни, то есть, ты остаешься, если ты бог, то ты беспомощный бог в этом ключе, и если уж ты типа там, например, переживаешь этот опыт, как такой опыт трансценденции, пробуждения, то ты так же видишь, что это случилось не по твоей воле, не потому, что ты какой-то там особый умный, а просто потому, что программа следствиями определенных опытов тебя в это привела, и как бы спасибо программе, спасибо жизни, но кто ей говорит спасибо? Сама программа, кому ты молишься, кто молится, это же одно существо, ну понимаешь, то есть механизм, которым ты шестеренка, это один механизм, ты в нем занимаешься в пространство, для ума это очень страшно звучит, как я шестеренка, потому что ну я же, блядь, у меня творчество, но как бы эго тоже часть нашей механики, мотор этот, на самом деле ты можешь быть креативной шестеренкой, ну казаться так будет, потому что на самом деле все, что ты креативное создашь, это будет все через тебя программа продавить просто, любой человек, который знаком от творчества, который содержит творчество своей химии, знает что это такое, когда ты, не ты это делаешь, это не ты делаешь творчество, ты никогда не делаешь творчество, творчество рождается через тебя, настоящее творчество рождается через тебя, это не то, что ты посидел такой, сделаю-ка я творчество, это говно будет на палке, а не творчество, настоящее творчество рождается через людей, и они всегда говорят, люди, которые что-то сделали, им говорят, как вы там, ну вот я там, пришло вдохновение, муза, никогда человек, вот у меня знакомый музыкант, есть, он всегда говорит, это вот инструмент мне дарит возможность, жизнь дарит возможность выражать таким образом, человек сам не придумывает творчество она не зависит от воли это первая линия первых ворот творческих это то что делает жизнь это к тому что даже креативность даже творчество которое мы считаем вот супер авторством это я же творю самом деле через тебя это делает жизнь ну а если ты жизнь это ты делаешь просто это как бы не совсем личностно получается а для тебя лично понятие код ты говоришь вот но в этой программе есть код какой что это такое ну так какая-то структура вот которая все это и держит таким образом потому что потолок это вот так не падает есть определенные гравитационные силы которые удерживают нас там здесь то есть это силы по сути силы которые дозированы потому что если бы гравитация была в 10 раз больше ну вот сразу даст бы то есть все дозировано все очень взвешено все очень как бы мы на самом деле очень у нас же такой диапазон в котором мы можем жить очень узенькие то есть нам нужна температура там вот хорошо от минус 30 до плюс 50 до это диапазон когда а что это такое в космическом в космических масштабах от минус там хрен знает абсолютного нуля сколько он там минус 300 до десятитысячных градусов которые там на поверхности светил до звезд вот в таком диапазоне вот так маленькой прослойки может жить человек сколько нам всего нужно нам нужен определенный газ которым так столько-то кислорода столько-то этого столько-то того чтобы вдыхать понимаешь да нам нужно кушать а кушать еще опять же то что должно вырасти сколько условий сколько сил сколько как бы аспектов все это дано сама себя поддерживает то есть насколько это большая такая многомерная структура и это действительно эта программа в которой очень много аспектов деталей нюансов внутри тела сколько всего должно быть чтобы поддержать эту жизнь там же иммунная система миллионы всяких клеток там эти эритроциты они там распознают когда я узнаю сейчас через биологию как работает иммунная система я в шоке просто от нас насколько невероятно мы устроены то есть каждая там твоя начало там рецепторная клеточка такая клетка да так она должна или я путаю ну в общем есть клетка датчик которая должна встретить сначала вирус этому или бактерию путем перебора генетического кода антикодона она должна обнаружить как что это не свое что это чужое потому что она уже научилась что отличать свои чужих сообщить это в иммунную систему откуда придут киллеры которые это и так в каждом сантиметре нашего тела то есть насколько это невероятная конструкция сложная и ну я и к тому что я не обесцениваю как бы этот механизм когда говорю что у нас нет выбора что мы шестеренки это не тупые какие-то камни это очень сложные механизмы именно за счет сложности многомерности этого механизма нам так сложно обнаружить что мы просто зрители этот механизм самоуправляется вот сколько нюансов да вот даже сейчас мы там на скидку накидали дыхание сердцебиение гормональная система нейромедиаторы грунт просто тысячи миллионы процессов которые мы разговариваем сейчас с тобой и мы даже не в курсе что-то происходит мы просто говорим об осмысляем какие-то вещи жизненные получаем удовольствие а за нас это все происходит она все делается понимаешь ну вот поэтому если выбор в том что это как ты это делаешь если у тебя выбор в том что какую химию ты встречаешь человека что ты будешь чувствовать если тебя в этом выбор на самом деле ты встречаешь химию определенную твое тело начинает переживать это на химическом уровне твой ум уже дальше интерпретирует и наносит определенные триггеры да там из опыта света какие-то ассоциации еще что-то но у нас нет выбора в том как мы получим какую химию мы получим с этим человеком какой наш фильм будет с ним совместный потому что это совместный фильм композит нас двое все у нас уже опыт пошел о чем этот опыт сейчас про интервью там наш с тобой встретимся с другими людьми в каком-то другом составе там или будет другой опыт другая другое кино и никто не виноват просто так сложилось фрактальные линии авторитет и стратегии это уже два таких более механические термины они конструкционно уже надо смотреть то есть у каждого есть свой внутренний авторитет фиксированная часть природы в кат который можно положиться в как бы не выборе а которая как раз выбора то нет но мы как раз через нее и видим что выбирает наше тело потому что смотри когда мы выбираем умом в кавычках выбираем это не тоже не мы выбираем у нас как парламентом этих программ которые мы уже впитали да это не наша авторская нету этого я отдельного которая решает этого я нету есть то что мы думаем чем мы являемся совокупность программ которые мы накопили предположим я хороший мальчик я там это я там да и вот этот хороший мальчик собирательный образ должен принять такое решение голоса мамы голоса папы все учились проголосовали выработалась психическая доминанта и та доминанта которая обслуживает больше там нейронных связей она говорит да 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 это и есть я я так решаю и мы получаем поступок и действия основаны на том чем не является эта природа а что было привнесено через обуславливание то есть пактически фактически наше тело выполняет программу чего-то чем мы столкнулись в ходе взросления но что не отражает нашу уникальность я даже то что мы проявляемся не через свою природу а через установки допустим картины мира других людей до навязаны это же да да в этом тоже нет выбора хотя и кажется что выбор есть потому что мы это сознаем процесс перебора этих вещей вот это больше вот это нет я хочу вот это но почему я это хочу вот это самый главный вопрос может ли ты выбирать что ты хочешь увы это и есть то в чем нет выбора но нам кажется что есть поэтому выбор ума когда мы решаем из головы он это не наш выбор но нам кажется что наш но по-настоящему не наш Это вот эти программки голосуют. А когда мы перенаем авторитет в тело, и вот тут важно знать, какой у тебя авторитет. У тебя, например, эмоциональный авторитет, как я тебе его описывал, фрагментарно, в отношении того, что тебе нужно прочувствовать объект, о котором тебе жизнь поставила вопрос, не ты придумала, ты как генератор сидишь и не рыпаешься. Вот привела тебя жизнь в какой-то опыт, и жизнь предлагает тебе какой-то опыт. У тебя звучит в свою сторону вопрос или предложение, ведь тебя зовут куда-то. И вот теперь тебе нужно дать ответ. На основании чего ты дашь ответ? На основании того, что ты знаешь, умеешь. Вот это все истории, это будет не твой ответ. Чтобы получить твой ответ, тебе нужно через свой авторитет, а у тебя 19.49, чувствительность. Значит, ты общаешься, прикасаешься во времени, встречаешься снова, прежде чем ты сможешь увидеть. И ты даже не решаешь. Ты даже не решаешь, ты обнаруживаешь это решение. Ты обнаруживаешь, что ты чувствуешь. Это не то, что ты повстречалась с человеком и такая, ладно, решаю так. Нет, ни хера ты не решаешь. Это как раз обнаружение. Вот в чем прикол внутреннего авторитета, что это даже не вопрос, что мы так принимаем решение. Мы просто через него обнаруживаем, что для этой системы корректно. И вот переход из авторитета ума в авторитет тела, это и есть процесс трансформации жизни для каждого человека. Но это не оторвать от стратегии типа. То есть, если ты генератор, это откликация. Если ты проектор, это ждать приглашения. Если ты манифестор, информировать. Если ты рефлектор, ждать лунный цикл. То есть, стратегия нужна почему? Потому что, если ты будешь инициировать из головы, ты всегда идешь в обход своего авторитета. Смотри, ты генератор, ты просто присутствуешь, тебе некуда идти, ну в глобальном смысле. Все, жизнь здесь, правильно? Да. Тебе ничего не надо, все окей. И вот что-то появилось в твою систему, и как-то она на нее откликается энергией, и потом ты ждешь эту ясность. Или нет? Если ничего не пришло, зачем тебе инициировать? Только ум толкает инициировать. А вот у меня еще нету Феррари, а вот у меня еще то, а мне надо мужа найти. Всех есть муж, у меня нету мужа. Пойду искать. И тогда ты минуешь, ты не даешь телу возможность откликнуться, генераторскому своему телу откликнуться. Отклик – это респонд, это ответ. Наши тела с тобой генераторские, они не работают через инициирование жизни. Они работают только в ответ. То есть, мы можем узнать свою правду только в отклике, только реагируя на что-то. Каждый раз, когда мы инициируем, мы себя кастрируем от нашего авторитета. Понимаешь, какая штука? Поэтому мы все генераторы инициируют, потому что пропаганда такая, что ты должен, подлежащий камень, вода не течет, иди, делай, добивайся целей. Упущение возможностей и так далее. Поехали, да, 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 да. И все, и ты теряешь свой рай удовлетворенный, потому что все классно. Даже сейчас здесь, если мы сидим, ничего не происходит. Жизнь все равно, она столкнет дальше. Закончится интервью, начнемся сборка вещей, и процесс один в другой перетекает. Здесь нечего принимать никаких решений. Но если, например, ты сейчас сидишь, и у тебя уже мысли о том, что тебе надо что-то сделать, пойти что-то делать, и ты уже это запланировала, и ничего жизнь из этого не предлагает, и ты, тем более, четвертая линия, ты, значит, жизнь должна принести возможность. Оппортунист двигается через возможности. Если такой возможности нет, и тебе надо встречать сопротивление, пробивать его, идти как бы там, я должна, я могу, 51-25, я аж такая, это самое, духовитая, а сейчас я пойду и достигну, сделаю, ты нарушаешь всю свою тонкость, всю вот эту вот связь с этой как бы программой жизни, ты разрушаешь эти тонкие связи, и идешь ломать, ну, что тоже предопределено, понимаешь? Ложное я – это не вопрос выбора. Поэтому, например, кто получил это откровение, дизайн человека, он сказал, что 4% населения популяции человеческой встретятся с этим знанием, и из этих 4% только у 4% начнется этот процесс экспериментов, проживания своей природы. Потому что одно дело знать, что как-то устроено, да, что там я генератор, я должна открыть. Другое дело так жить, потому что так жить – это жить по правде, по своей. И это принципиально отличается от того, что мы знаем в концепциях о том, что такое духовность, что такое. Это все такая чушь на самом деле, и люди настолько много тратят своей жизни, притворяясь, изображая себя. Вот я не знаю, я понимаю примерно по контексту, как бы аудиторию вашего, да, вашего канала, я, как бы, совсем не так, ну, скажем, я не гуру никакой, я не учитель, я даже мастером себя не могу назвать. Я беспомощное существо, я проживаю свою природу, вот просто, насколько это мне дает жизнь. Я изучаю это удивительное знание, дизайн человека, я просто благодарен жизни, что так фрактальная линия меня в это поместила. Но я не могу, как бы, ну, сказать, как кому куда идти, я ничего не знаю. Я знаю только для себя, и знаю вот этот мех, как работает механика, да, вот то, что я изучаю дизайн. Я могу, если человеку, там, очень важно, как бы, обращается, у меня есть отклик, показать ему его дизайн, постараться сделать это корректно, чтобы это не создать искажений каких-то, чтобы, ну, он услышал, увидел эти вещи, потому что это то, что есть этот человек, это его правда, он этим является, я не могу ему сказать, как ему, понимаешь, то, как ты чувствуешь сейчас в жизни, это не что, я здесь только могу со стороны, или разделить с тобой эту чувствительность, но никак не навязывать тебе это. Ну, вот такая вот эта вот история дизайн-человек, очень, она ни на что не похожа, это не какая-то как астрология, это не система атипизации, это действительно такая вот трансформационная очень вещь. Если тебя это трогает, это все, это уже назад дороги нет. Ты просто начинаешь видеть, как бы не можешь не видеть, и все, что ты дальше узнаешь, вот что мне нравится в дизайне, я 1-3, я не верю ничему, я скептик, вот моя природа такая. Но сколько я исследую дизайн? У меня в прошлом году была такая серия с постов, 6 писем, таких больших было, саги я их назвал, я пытался подбираться через нейрофизиологию, через, то есть я пытался, ну, как бы найти, что это фигня. Но все равно я прихожу к тому, что я не могу, мне, чтобы сказать, что я так не смотрю на жизнь, мне надо притворяться, я все равно вижу, как эти паттерны работают, я вижу, как это работает. Я имею в виду, что я смотрю на бодиграф, я даже если человек не знает свой дизайн, я смотрю, он, может быть, никогда не видел, но я узнаю эти вещи. Вот у меня недавно было совпадение массаж, специалист по массажу, здесь тренер по боксу, здесь и направил, я еще хожу к парню. И все оказались, проекторы с каналом 28-38, я даже стебанул там в сториз выложил, говорю, ну, представьте, совпадение, ну, как, это определенная специфика, то есть это проекторы, которые здесь для оздоровления, скажем так, которые могут направлять других людей, которые к ним обращаются. И для меня это собирает мой полностью, у меня 57-20 поток интуиции получается. Ну, то есть, может быть, ты сейчас не очень понимаешь, о чем я говорю, но смысл в том, что вот такие вещи, когда ты начинаешь просто видеть, как эти паттерны работают, ну, я уже не удивляюсь, потому что это программа. Сначала, то есть, такие, типа, когда еще есть сомнения, шокируешься, а потом ты начинаешь видеть, ну, ладно, окей, похоже, что это абсолют, но я не знаю за всех. Я знаю, ты где-то упоминал, собственно, на странице твоего курса, ты упоминал о том, что у тебя было исследование, такой тоже эксперимент, в ходе 500 человек в онлайн-пространстве, в сообществе, которое ты создал, ты наблюдал за людьми. Ну, это все равно субъективные вещи. Вот я искал для себя, потому что мне... Что это, расскажи, потому что не очень понятно, что это наблюдение. В начале эксперимента с дизайном есть это сомнение, что... А если это все херня, самовнушение, как этому можно довериться? Нужны какие-то объективные доказательства, что эта система действительно работает таким образом. А никаких исследований там в лабораториях нету, и непонятно, что исследовать. Ну, как измерить, чем измерить, да? Осознанность исследовать. Что исследовать? Я пришел к такой идее сделать группы. Мы там подходили, ну, это было в зале, где люди с анкетами там заполняли свои ощущения. Это было оффлайн? Оффлайн было там где-то человек, наверное, 40 было, может, 50. Онлайн тоже были такие группы, потом были индивидуальные, где я с закрытыми там глазами пытался определить, когда ко мне подходили люди. И, кстати, интересно, что я как раз в этот момент хотел доказать, что нифига, что мы не можем так аулически чувствовать, что это сенсорно мы получаем информацию, потом интерпретируем. И я хотел доказать, что это не работает, а в итоге получается доказал, что работает. Ну, в общем, когда я снял повязку, еще беруши были, чтобы не слышать. Нос я закрывал, чтобы вообще никаких сенсорных не было, ну, ничего. То есть подходил человек, мне сообщали о том, что он подошел, я должен был сказать, кто подошел и подошел или вообще. И он все беззвучно, тихо, я с закрытыми, понимаешь, да, какой-то эксперимент. И там 5 было таких у меня, 5 человек, я всех называл, проектор, генератор, кто-то никто не подошел, никто не подошел. Только в конце последний никто не подошел, я стоял, долго мялся, ничего не чувствую, говорю, ну ладно, пусть будет проектор. Ну, и никто не подошел, это было ошибкой. Вот, получается, когда я снял повязку, все такие, типа, знаешь, ну, вау, а я-то хотел, наоборот, доказать, что это не работает. И мы прошли там все этот эксперимент, у нас был человек 7, ну, короче, кто в этой группе был. Вот, а получилось, что аурически вот я распознал. По ауре это по ощущению? Да, да, да. Что происходит в момент? Вот у тебя, ну, абсолютно выключены все сенсорные какие-то восприятия? Это были ощущения, которые я знаю, потому что я уже имел опыт общения и с проекторами, и с генераторами. На уровне чувств внутри, то есть это биохимик, это вырабатывание. Да, но я не дам руку на отсечение, что я готов сказать, что я 100% всегда так определяю. Зачастую бывает, что и нет. То есть я играл раньше в эту угадайку, иногда бывает точно довольно выразительно видно. Бывает, что, например, с детьми так хорошо очень видно. Там, предположим, маленький ребенок, он не сильно еще обусловленный, скажу, он не знает еще о том, как нравится. Ну, что реакция, да, чувствуется по-другому. Да, там появляется какой-то дикий ребенок в пространстве, ты смотришь на его поведение, что он абсолютно не соблюдает каких-то правил авторитеты. Предполагаешь, это манифестор? Да, манифестор. Или там смотришь, что ребенок очень спокойный, разумный, какие-то вещи говорить не свойственны своему возрасту. Возможно, это проектор. Там, или, ну вот, знаешь, характерные такие архетипические вещи, вот, плюс ощущения в теле. Вот, например, я физически начинаю стрессовать, это сразу потеять начинаю, суетиться. Ну, когда рядом корень, если он еще в стрессе тоже, вот, например, ожидание есть, мы ожидаем съемки, ты волнуешься, и я в два раза больше волнуюсь автоматически просто от корня. Если это эмоциональный центр, сразу человек волнующим становится, интересным, объемным, потому что у меня нету своих эмоций. И без эмоций жизнь всегда ровная, то есть холодная такая. Ну, как бы все есть, как есть, как бы, знаешь, стол, стул, там никаких объемов и драмы нету в этом. Ну и комедии нету, то есть ничего, просто стол. А когда эмоциональная энергия появляется, появляется драматизм, появляется наслаждение, появляется боль, появляется этот весь объем тягучий. И, соответственно, я замечал, вот мы сидим с приятелем, последний такой опыт был на Бали, общаемся, мы не эмоциональны с ним, ну, просто спокойно, как бы такое общение, не особо вкусное, может быть, так скажем, ну, просто приятельское проход, такое спокойное. Приезжает паренек, значит, присаживается рядом, включается в беседу, и ощущение просто какая-то появилось, вот как радость или что-то, вот такой объем. И, как я уже не понимаю, я общаюсь с ним, я вижу, какой он принес вот эту вот волнующую энергию. Я предполагаю просто, что он эмоционально определенный, смотрим карту, да, 1949. И вот такого плана вещи происходят. К примеру, у меня на предприятии в России, Питере, есть предприятие с партнером, там 30 с лишним технологических этапов в нем, чтобы произвести продукцию, которую мы делаем, 30 с лишним этапов есть, я их все время зафиксировала. И, короче говоря, на каждый этап, там, 2-3 человека, ну, то есть, там, в группе, она как конвейер, такое производство, сначала, там, получают дизайнер, потом дальше, там, на производстве, на печати, там, ну, в общем, целая последовательность. Если кто-то один, например, скажет, у меня нет отклика, то нарушается вся эта, как бы, структура. Поэтому структура, как существо, такое вот, пента, это или вагруппа, если это очень много людей, она не заинтересована в индивидуальном выражении, индивидуальном проявлении, это невыгодно для структуры. Поэтому это зачастую враг уникальности, если говорить про пенту, про группу, про компанию, про тусовку, про это то место, где очень тяжело, почти невозможно пробудиться. Пробудиться в дизайне человека, это не значит сесть в лотос и в сахасрару улететь, да, а это значит соприкоснуться со своей природой и быть собой, пробудиться к своей уникальности. В группе это сложно очень сделать. Поэтому абсолютно абсурдны групповые практики пробуждения, где люди приходят на какую-то медитацию, и, значит, они там все вместе, и там все это общее. Я там сяду рядом с тобой, у тебя верх волны эмоциональные, я, ой, как хорошо, там, господи, или катарсис эмоциональный, а это даже не мое. Хоть ты на Випассану, хоть ты на Айваску, на групповую, хоть ты на медитацию, везде, где есть больше двух, то есть три и больше людей, ты теряешь себя. Не так, что ты просто становишься. Ну, вообще-то мы знаем это, толпа это всегда толпа. И в социальном смысле люди всегда говорят, что это опасно даже. То есть, если толпа начинает паникой или что-то, люди, не люди уже, не совсем люди, они так тупое, просто как бараны, это правда. Вот, и это начинается в малом масштабе, это так называемые пенты, это от трех до пяти человек. И еще есть группы ВА, это большие группы. Ну, то есть, предположим, ты в аэропорту, на улице, в клубе, в ресторане, это всегда ВА. ВА, это глобальный цивилизационный механизм, который сообщает правила, как себя вести и так далее, контролирует их, то есть, мы уже не можем, это не будет, не ощущается, естественно, как-то индивидуально выражаться непохожим образом в группах, где регламентировано твое поведение. Ты номер такой-то в группе большой, номер такой-то. Пассажир номер такой-то, клиент за столиком номер таким-то. Все, так всегда, так все нумеруются, на визитке написана должность, на визитке не пишут, что ты любишь, какая у тебя там природа. Всполнительный директор, менеджер по продажам, да, или там что угодно. Или военный номер такой-то, рядовой такой-то, пастухов там, ну, понятно, да, идея, то есть, для иннен, там, для государства. Не потому, что там какие-то негодяи, так работает просто эта механика. Как только мы собираемся в ауре больше двух человек, правда индивидуально растворяется. И мы становимся номер такой-то, должность такая-то, статус такой-то. Кто ты такой-то, вообще похер, налоговый абсолютно все равно. И ннн такой, оплатил налоги, все, молодец. А что там у человека? Так все системы работают, групповые. То же самое в компаниях, если там, как бы, едем на шашлыки с друзьями, то тоже мы, 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 уже это не ты и я. Это уже не индивидуальная правда. Так что, вот эти все форматы старые, традиционные, религиозные, когда люди собираются большой толпой для практик, это разницы нет. Что ты в церковь пойдешь, что ты в мечеть, что ты в монастырь какой-то, что ты в буддийский храм, что ты в медитативный центр, что ты на йога-ретрит. Это просто разные сорта обуславливания, разные вкусы ложного я. Ну, сядешь ты в лотоса, или сядешь ты в поклон, или встанешь ты перед иконой. Да, разные вещи по, как бы, ментально разные. Там, здесь Аллах, здесь Иисус, здесь там Будда, здесь. Но сущностно то же самое все. Ты приходишь в какую-то группу, где ты отдаешь свою индивидуальность чему-то большему, служению этой группе, в данном случае, и переживаешь определенные опыты. Они могут быть очень эмоциональные, очень сильные. Они могут создавать привязанность даже, потому что все амплитудируется очень сильно в группах. То есть ты, я могу прийти в какую-то компанию и почувствовать такое обуславливание мощное. Так у меня круто будет, столько адреналина, столько эмоций. Такое состояние пережил. Никогда таких состояний не переживал. Это точно из-за этого учения. Это просто я оказался среди группы, большой компанией людей. Поэтому какой из этого тоже вывод? Чаще, ну не то что чаще, специально так, наверное, не получится. Тоже из головы. Но если есть такая возможность, это естественно для человека. Оказывается, одному, чтобы себя почувствовать. Хороший инструмент. Побывать одному какое-то время. Продолжительно зачастую. Для некоторых типов, типа рефлектора, например, это вообще здорово, там, месяц провести. Один раз в жизни хотя бы. Такой ретрит. В течение месяца просто ни с кем больше не общаться. Один месяц. Для рефлектора это очень радикально, но очень круто изменит его восприятие себя. Потому что за месяц полностью луна проходит весь цикл по Мандале. И он получает все активации, соединяются. Луна соединяет все его ворота. Там рефлекторе в полный канал. Он как бы узнает разные аспекты того, как он устроен. И он видит, что он и не генератор. То есть все другие люди вымываются за этот месяц. И он остается для проекторов. Очень важно выходить из ауры тоже других людей. Потому что, по сути дела, только мы генераторы. Созданы для взаима такого перепыления. И в том числе и группового. Пентовые вот эти каналы все. от Сакрала до Джи силовые пентовые каналы, которые в порядке себя чувствуют в группах. Есть люди, которые прямо оборудованы для того, чтобы в пенте работать. То есть они становятся как бы рабочей силой пенты. И им это может быть кайфово, если у них на это есть отклик. Это не проблема. А есть люди, которых это разрушать будет. Вот предположим, если это проектор, то долгое нахождение в ауре с генераторами его превращает просто в ложного генератора. Он начинает тоже рядом с ними вовлекаться, не знать, когда хватит, потому что у него открыт Сакральный центр, нет своей жизненной силы для работы. И он это получает через генераторов. Если, предположим, такой проектор рядом с генераторами, генераторы устали, вот они поработали, и они чувствуют удовлетворение. Все, работа закончена. У проектора этого нету. У него нету этого естественного ощущения. И он за ним продолжает идти. Как бы, ну я еще буду тогда, я еще не удовлетворен, я еще не удовлетворен. И продолжает и продолжает работать. Поэтому для него выход из этой ауры групповой это просто вопрос его здоровья для проектора. И для любого несакрального. Для манифестера тоже, для рефлектора. Генераторы более-менее, ну как бы в этом улье жужжащие могут в группке находиться, чат ток такой, как бы со всеми ни о чем и обо всем. Вот, и то зависит. Потому что если доминирует индивидуальная определенность, у меня, например, индивидуальных каналов больше. То есть для меня это, ну я не очень комфортно себя чувствую долго в группах. Интеграционная еще система, я такой больше как животное. В группах социальных мне некомфортно. Я с животными комфортнее, чем с людьми фактически, потому что с животными не надо притворяться. Они видят, чем ты являешься, понимаешь? Ты можешь просто быть как бы собой. А с людьми, ну, людей можно напугать таким образом. И плюс самому страшно пугать людей. Открытые эмоции у меня еще. А у тебя вот, ну, у тебя много индивидуальных каналов, да. У тебя есть, у тебя есть коллективный один, 13-33. У тебя есть один племенной. У меня тоже племенной есть. Племенной, это оно делится всегда на своих и чужих. Оно чувствительно к своим, близким, кто наше племя. И о чужие мы принюхиваемся, присматриваемся, чувствуем свои это или нет. Если нет, то мы как бы с ними, как с границей имеем дело. Может быть, какие-то обменяем все ресурсами. Если это семья, племя, то уже как бы, это уже свои. С ними как бы общее такое нечто. Племя, оно размывает тоже индивидуальность. В племени есть всегда этот момент жертвоприношения. Потому что, если твоему близкому плохо, тут уже не вопрос индивидуальный, этой правды. Ну, предположим, человеку просто нужно помочь. Сейчас. И этот вопрос жизни и смерти. Племенной человек, вариантов нет. Он включится. Потому что это его химия. Это даже, как вот я привел пример с этой девочкой. Мне было бы просто плохо это так оставить. Хотя вот странно, я не могу сказать, что она моя семья или племя. Но как-то я инстинктивно распознал, что это свой человек. И причем это не какая-то сексуальная история, ничего. Просто вот, ну, какой-то вот такой. И за нее мое тело захотело заступиться племенной. Индивидуал чистой воды, наверное, не стал бы так. Потому что, ну, типа, у каждого свой трип. Племя, оно так вот уже за кого-то впрягается. А есть еще коллективная химия. Люди с коллективными каналами, они и не делят на своих чужих. И они такие, типа, ну, просто делятся безличностно. Это все мир, это все люди, это все, какая разница, свои, чужие, что такое. И они более, так скажем, могут себя растворенными чувствовать в таких группах или группах. И вот когда у тебя, например, все три группы контуров, то есть видишь, как и тройная определенность. То есть, в чем сложность твоего дизайна? Он не однозначно. нету такого, что только что-то одно. Как бы разные аспекты, тройная определенность. С одной стороны, потенциал и красота такого дизайна в том, что ты можешь, как бы, три разных жизни проживать, можно сказать, да, потому что одна, это твоя чисто индивидуальная природа, твой мистицизм, 51-25, твой ум, 61-24, со странными вопросами, индивидуальными. Твой канал мутации, 360 с его меланхолией или творческим взрывом, когда новизна какая-то, вот ты откликаешься. Твоя племенная часть с чувствительностью и нуждой в поддержке и прикосновении, и в интимности, ну, в сексе даже, скажем, где-то на 49, с близкими, вот все это вот, тискательная история. 13-33, которые собирать истории, общаться, что люди говорят, как они живут, как они смотрят, проходить самой разный опыт, делиться этими историями, это коллективный канал. и все это проразное, понимаешь, и это все три части вот в одном человеке. Сложный дизайн. Сложный дизайн с перспективы того, что много там всего. И из головы не сбалансировать это. Вот в чем как бы для тебя может быть такое спасение, как этот хаос весь и набор этих противоречащих друг другу энергии в одном человеке сбалансировано уживались, и ты бы еще получала удовлетворение от этой жизни, а не боль, и не подавление где-то. И вот решением может быть только стратегия авторитет, то есть, чтобы ты не инициировала сама и откликалась, и пропускала, не только откликалась, а еще и ждала потом эмоциональную ясность, потому что первичный твой отклик может быть эмоционально искажен. То есть, ты можешь быть наверху волны и сказать да чему-то, чему на самом деле не да. Просто надо дать себе время, чтобы еще раз, ты как эмоциональное существо, есть такая даже стратегия play hard to get, то есть, играть не до трогу или быть недоступной. Не играть, а быть действительно, потому что твоя правда тебе недоступна сразу. Это не то, что тебе надо притворяться. Это действительно твоя правда. Если ты уважаешь свой тайминг, то ты не будешь доступна спонтанно. Тем более 1-4. То есть, это дружеские общения, это сначала мы какое-то время, мы узнаем, мы общаемся, и ты получаешь, может быть, даже несколько раз этот запрос, и ты как бы в разной стадии своей эмоциональной волны узнаешь, для тебя это правильно или нет. Потому что, вверху волны все классно, а внизу как это будет ощущаться? Будет ли то, что ты начнешь видеть другие вещи, которые не видны наверху? И вот это и балансирует тебя, потому что тогда ты сможешь обнаружить, как твоя жизнь становится ответом на вопрос, а как этому противоречивому существу вообще существовать? и в голове нет ответов, и не может быть ответа, потому что обстоятельства ты не продумаешь все, какие ты встретишь. А тело встретит их правильно и отреагирует через стратегию авторитет. И это будет твой ответ на вопрос, кто я? Ну, для себя. Кто я для себя? Вопрос, на который ответ только жизнь, ну, только через такой способ ты увидишь. Потому что это ключевый вопрос генераторов. Кто я? То есть мы, это наш вопрос, который всегда может возвращать нас к себе. Кто я для себя? То есть настолько центрируя, что в итоге вот для меня, например, это вот насколько я сейчас, я для себя сейчас, вот насколько мне нравится, как я сейчас себя выражаю, насколько мне, насколько я получаю удовольствие сам от своего процесса, используя тебя. Понимаешь? Да. Как способ быть собой сейчас для себя. И так всегда. Меняются люди, меняется как бы что-то, меняется, иногда мне нравится, какой я. Вот раньше я даже слышал такое клише, девочка какая-то говорила там, что ты типа не меня любишь, а себя рядом с собой. И я раньше думал, что это какая-то проблема, что это неправильно, значит, как ты любишь, что надо любить именно человека, а не себя с ним. Но на самом деле, если ты корректный генератор, то по-настоящему генератор может получать удовлетворение только от своей энергии. От того, что рядом люди там что-то делают и они кайфуют, ну здорово, но я тоже хочу, у меня же своя энергия. Если ты фрустрирована, то сколько бы счастливых людей вокруг не было рядом, это тебе не поможет. Если ты сама не наслаждаешься собой, то что бы, понимаешь, да, поэтому все, вот этот вопрос, кто я для себя, все, ведь вообще, дело нет, да, что там остальное, это просто фильм. Очень люблю некоторых персонажей, очень люблю. Есть такие, которые прям, ну, центральные какие-то тоже, фигуры, знаешь, ну, центральные в декорациях. Да. Потому что не всегда я так центрирован, иногда проваливаюсь, конечно, в других людей, когда появляется вот эта вот созависимость, когда что-то в другом нравится так сильно, и ум хочет это, и привязывается, и какой-то аспект или какая-то химия, ну, своего рода, может быть, даже какие-то зависть, вот интересные энергии, вот бы мне так вот все время башевать у меня было, это же, я, например, с такой, с таким эмоциональный центр, так смотрю, в частности, у меня там одни из самых интересных для меня, наверное, 55-е, потому что у меня 39-е, 50-е, и когда встречаю эмоциональную, как бы, волну, эмоциональную, эту частоту, в людях, всегда, но это не может не трогать, эмоции проникают же в нас, это что-то, что за пределы формы выходит, это настолько трогает, это, ну, не то, что я завидую, но думаю, круто, потому что я, когда один, мне нет этого, нет этого, жизнь становится более плоской, что ли, то есть, всего три центра осознанности, у нас инстинкты интуиции, это селеденочная осознанность, как у животных, ментальная осознанность, думание, в прошлом, в будущем, и эмоциональная осознанность, у меня определена только инстинктивная, то есть, я сейчас, благодаря транзитам еще ментальная, я все время думаю, ну, это чисто на пару лет, а эмоциональный центр, в большинстве случаев, не определен, то есть, как бы я не чувствую эмоционально жизнь, когда я один, а когда появляется эмоционально определенный человек, очень сильно, в два раза, каждый открытый центр, он амплитудирует, то есть, и поэтому появляется эта созависимость, то есть, типа, настолько хорошо с человеком, ну, так кайфово, так приятно, так сладенько, такое наслаждение, не уходи, что сделать, чтобы ты не ушла, и поехали, да, уже, я не центр себе уже, уже там у меня уже, для моего ума интерес весь, может быть такое, что, ты в этот момент отслеживаешь, ну, идет подстройка, то есть, то есть, то есть, как бы, осознаешь, что сейчас ты от ложного действуешь, не твоя истинная, да, природа, и ты перестаешь это делать, но тем не менее, тот человек, который ты хотел, чтобы он остался, он остается, просто потому, что он тебя принимает. Если это правильно для него, да, ну, это высший пилотаж, но это такую осознанность требует, на самом деле, такую внимательность. Мне хочется сказать, что есть к чему стремиться в этом плане, но учитывая, что все предрешено. Да, это вот просто случается, это просто случается, я недавно тоже обнаружил у себя такую, ну, мысль пришла, что это не вопрос даже какого-то там сакрального именно отклика или нет, это какая-то общая осознанность в отношении своей формы, ты просто чувствуешь, что для твоего тела естественно, а что нет. И, ну, ты должен знать, что есть ты в этом, потому что мы же настолько отождественны с умом и с открытыми центрами. Ну, то есть, я до сих пор, наверное, еще, да нет, ну, с эмоциональным центром я уже вижу, с корневым так еще более-менее, с аджиной вот еще тоже я иногда, ну, то есть, это длинная дорога, это не то, что через 7 лет ты куда-то там вознесся, ты через 7 лет начинаешь видеть, степень своей обусловленности. И плюс-минус не рыпаться каждый раз от ума в активности из-за этого, но это не заканчивается с 7 леткой, то есть, начинается следующая 7 летка, следующий этап разобуславливания, когда уже какие-то более тонкие вещи открываются, потому что у нас же еще есть, помимо таких базовых вещей, там есть еще когниция, как уникальная, то есть, у нас не только есть механические поверхности, там центры, каналы, ворота, у нас еще по-разному устроена система восприятия, то есть, у нас есть настройки и мозга, и ума, и они тоже разные, и там комбинаторика такая тоже большая получается, у кого-то это восприимчивый ум, ну, например, активный мозг, стратегический. У нас с собой, кстати, переменные стрелки сами идентичные. На что это означает? Их всего 16 вариантов, может быть, то есть, вариант встретить человека с идентичной комбинаторикой, именно стрелок, один к 16, то есть, это типа, не то чтобы очень редко, но и в то же время, ну, не так, чтобы очень часто я там встречаю людей, с которыми все переменные совпадали бы. У тебя правый ум, правое тело, то есть, ты, как и я тоже, ты создана для, ты скорее восприимчива, чем стратегична. То есть, дело в том, что раньше люди, с момента, как вообще люди появились, после того, как произошла мутация, опустилась гортань, появился неокортекс, люди стратегические появились. Стратегически это значит, что в уме есть программа выживания и действия из этой, как бы, цели выжить. И вся цивилизация развивалась на основе этого. То есть, отсюда концепция полезности чего-то. Ну, то есть, типа, что мы делаем что-то, что служит выживанию, это полезно, что не служит выживанию, это игры какие-то. Они в стратегическом подходе не интересны. Правыми были неандертальцы, и правыми будут рейвы, следующий биологический вид. А люди, большую часть своей истории, были стратегическими. Но с 1781 года люди стали рождаться и правые тоже. Мы как бы переходная форма. Вот это такая информация, которую мы не затрагивали еще в ходе нашего разговора, но она может тоже потрясать. Дело в том, что мы не совсем Homo sapiens уже. То есть, Homo sapiens, которые традиционно были на планете, стратегические существа, они, во-первых, были синицентровые, семичакровые, и они не были так восприимчивы, как мы. То есть, то состояние внимательности, осознанности, которое доступно сейчас человеку, просто по факту, если он является собой, раньше было, типа там, верхом медитативной практики, и обязательно нужно было сидеть, ушатываться в каких-то практиках, чтобы... И потом у них все равно это был стратегический подход. Идти в практику за чем-то. Это не из сдачи рождалось. Это духовные практики для изменения состояния сознания. Это стратегия. В этом нету сдачи. Значит, человек не пробужден. Понимаешь, что я имею в виду? Для правого такое понятие не существует. Для пробужденного правого. Ну, в том смысле, что если право видит, что нету целей никакой, а целей нету реально, и у Вселенной нету целей никаких. Это игра без намерения. То есть, вот оно само собой так вечно играет. Какая у этого цель? Эволюция? Так оно уже все о себе знает. Оно вечно тут. Сознание вечно. За эту вечность оно себя не то что знает уже, оно все уже возможные формы дифференциации. Это же наоборот, как бы, ну, это игра. И правость, которая это видит, она понимает бесцельность жизни. А если ты понимаешь бесцельность жизни, то у тебя нет туда стратегии какой-то сделать что-то для чего-то. Ты делаешь то, что просто делается. Делается само. И вот ты как свидетель правой. И вот Рейвы, вот этот будущее формы жизни, они в 27 году только начнут рождаться. Через 6,5 лет по пророчеству в дизайне человека будет рождаться Рейвы. Их будет не так много, но они потихонечку, потихонечку будут тоже свое количество популяций занимать. Ближайшее, на что они похожи, будет это аутисты очень глубокие. Вот. Которых нету своей идентичности, как бы встроенные, которые уже эмоционально не соединены с людьми. То есть, они для нас выглядят такими типами. Эмоционального, как будто у них. На самом деле, фишка вся именно в этом, что эмоциональный центр мутирует, и в Рейвах он уже будет центром осознанности. Вот у нас доминирует Аджина, то есть, мы разговариваем, понимаем друг друга, а у Рейвов, у них будет доминировать эмоциональный центр осознанности. Но, почему они будут для нас холодными и не эмоциональными? Мы-то эмоции понимаем как волну настроений, а у них будет сразу восприятие всего диапазона. У человека из-за того, что эмоциональный центр еще не мутировал, есть искажения, связанные с настроением, просто потому что он весь спектр не видеть частот то есть ты переживаешь как бы и я с тобой там эту эмоциональную частоту в определенном спектре и в процессе времени мы двигаемся завтра другой будет спектр там послезавтра 3 и вот с течением времени ты весь объем выбираешь понимаешь почему нужно ждать а у рейвов сразу все будет доступно и они будут знать эмоционально реальность и мне нужно будет разговаривать линейно и они будут собираться в группе как раз эти пенты которые будут одним организмом из нескольких тел а информационный обмен между ними обеспечивать как раз вот эта эмоциональная частота поэтому имажные не подойдет уже как инструмент выражения потому что скорость не хватает для передачи информации то есть даже если мы телепатию возьмем мы как понимаем телепатию все равно линейная история то есть я что-то там подумал тебе передал но ты не чувствуешь тогда понимаешь а эмоциональный центр это невербальное чувство него то что ты наверняка знаешь ты же носитель этой энергии 1949 это чувствительность ты же чувствительные ты не придумываешь это ты не можешь это анализом получить ты просто чувствуешь ты можешь быть чувствительных потребностям и нужным ты можешь чувствовать там человеку больно это абсолютно нормальные вещи это как бы просто естественно просто мы не образованы мы не знали это мы живем на культурном пласту семицентровых стратегических людей это предыдущая форма это как если бы семицентровые жили бы по каким-то наукам которые там теоретически были бы там от неандертальцев но как бы алё мы же меняемся вот знание 9 дизайн человек это девятицентровое знание поэтому она и непонятно как нему просто даже не это не похоже на науку это не из-за это как бы что-то вот другое она она опережает наше интеллектуальное развитие можно сказать так потому что она выводит она показывает механизм как мы мутируем дальше потому что следующем формы будет рейвы которые вообще не будут опираться на знание информационное им не нужно будет книжки ничего этого не надо будет зачем если они еды как бы знают чувствуют реальность буду чувствовать но люди пока вот мы как бы с одной стороны эмоциональная центр и мы называем центром осознанности другой страны это пока что мотор из-за этой функции как раз вот это настроение потому что человек видя что-то под таком углом начинает действовать понимаешь да то есть на радостях или из боли а это все ну как бы разные слои одного пирога пирог человек сразу не видит эмоциональный такое-то ограничение есть но тем не менее ты можешь знать теперь уже соприкоснуться с духом что это такое потому что понимаешь что я говорю и вот они будут полностью правы и все четыре стрелки них будет полностью правы и как раз это обеспечит и максимальную восприимчивость в этой группе и правость лишена идентичности то есть как бы это существо сдается этому целому этой группке и эта группка уже как некая новая идентичность в составе которой эти тела то есть то что ты там наверняка ну может быть не знаю но скорее все это сталкивалась этими опытами растворения твоя в компания группах или в трипах каких-то когда ты видишь что в общем-то и нету этого я есть какой-то эфир который просто ты даже непонятно кто свидетельствует просто как как будто форма это фильтр сознание по сути дела это вот и есть правость форма восприимчиво для информационных потоков все и там нету этой личности которая говорила куда мы идем что мы делаем стратегические люди это они как раз у них есть этот ум стратегический из которого у них ну как бы нам надо это нам надо то я и только ну как бы теоретически могу объяснить это потому что у меня нету стратегического ума и у меня тоже право и все правое ум и правое правое тело то есть вот эта восприимчивость и такая невербальность и многочистот но как бы широта что диапазон у меня правда был опыт такой интересный с моим другом он стратегический эмоциональный и мы с ним много времени проводили и вот делились поскольку он раздает этот эмоциональный вай фай и я просто находясь в его поле я описывал какие-то вещи он говорит ну это у меня фокус а у стратегических фокусов там говорит я не вижу такой объем частот потому что вижу то на что направлен фокус что такое по сути фокус фокус это исключение остального то есть стратегические ум или стратегическое тело они несут этот фокус то есть что-то во что-то мы погружаемся в какую-то деталь все остальное не видим это стратегическое так работает а право и так не работает для нас неестественно фокусироваться то есть по сути это вот такое вот понимаешь все как бы до растопыриваешься просто в это или все считывается она как бы и бесцельно самое что главное то что не как только ты так мне надо это ты сразу пытай начинаешь играть стратегическую игру просто жизнь случается и в этом смысле для правых дизайн очень на мой взгляд освобождающая вещь потому что ну беспомощность в правости в этой вот сдаче даже слова беспомощность она не не совсем точная потому что нету того кто бы был беспомощен таковость какая-то просто есть но когда мы актуализируемся снова в ум мы можем просто помнить это как формулу что окей сдаемся чему жизни а ближайшая жизнь к нам это наше тело как она работает если ты просто действительно чувствительно ты расслабляешься в том что чем ты являешься и все ты только реагируешь на реальность тебе ничего не надо инициировать ты же генератор тебя нету теле механизма который бы твою правду через манифестацию вынес ты не манифест ты можешь только отреагировав на какой-то стимул обнаружить ох ничего себе какая новое обстоятельство появились и как я среагировал интересно понаблюдаю я же национал посмотрю спасибо на следующий день еще как-то это рассматриваешь если больше это не приходит может быть случайный какой-то залет бы просто и актуальности в этом нет если снова эта возможность приходит снова тебя куда-то зовут снова что-то предлагается твоих твоя твой эмоциональный центр начинает оперировать и процессировать эту информацию пропускать через себя в отношении отношений работы поездок таких фрактальных вещей судьбоносных вот и ты получаешь в итоге свою жизнь который ты в принципе оказываешься там дети правильно оказаться дети ничего не надо изображать себя это можешь просто быть собой если ты там не может быть собой уходишь оттуда туда где ты можешь быть собой куда ну хотя бы в одиночество самому собой всегда можно это такой спасательный круг если очень потерялась возвращаешься к сенович тройная определенность чуть иначе тройная определенность твоем случае это не так просто как у меня у меня это так я один когда у меня еще проблем нет а у тебя три части все хотят разного в этом смысле люди для тебя важны но не может быть не а не один там фиксированный человек а группы ты вот как раз в этой своей работе в общем то наверное неплохо устроилась в том смысле что ты дрейфуешь между разными фракталами людьми и переопыляешься и за счет этого ты как бы не фиксируешься определенным одним способом а все время так чуть-чуть среди компании ну это так просто частные какие-то примеры из нашего с того что я видел в той карте хотела бы сразу обратиться к нашим зрителям учитывая то что мы проговорили достаточно интересную информацию о том кто такие рейвы и что произойдет на что повлияет события 1027 году у нас будет отдельное интервью поэтому здесь но в этом интервью нас немного другая тема поэтому мы продолжим но на последующие вопросы я надеюсь мы ответим вот относительно того что все предупределено и такое само слово мы беспомощны она он то есть я это слово воспринимает у меня как бы ровно но я понимаю что большинство людей сама беспомощность это но это пугает ну что значит предопределено и что значит я беспомощен и здесь сразу же очень много комментариев под последним нашим интервью было о том что эта информация она как бы погружает в апатию беспомощность и в отсутствии вообще что-либо делать в жизни то есть люди воспринимают так что если все предопределено то есть они условно опускают руки и все это очень вики ну мы ничего делать не можем вот но вот такая вот ситуация но это не стоит позиции я и объясню какая у меня дадим я понимаю что ты говоришь я с этим сталкиваюсь когда то есть у тебя наверняка да вот люди себе говорят подобном ключе доносят вот такую что началось кончено как ты можешь вот я не знаю более объяснить немного по-другому меня в ходе того как ты говорила родилась фраза что если у них опускаются руки они хотят ничего не хотят ничего делать то зачастую это лучше чем делать всякое дерьмо что ну понятно что это не относится к сущностно к тому что спрашиваешь но вообще-то это тоже есть такое как бы чем крошить свою жизнь и как бы идти куда-то подниматься по каким-то лестницам которые представлены не к тем стенкам может быть лучше и не делать ничего зачастую так бывает тоже вот ну понимаешь да иди то есть меньше вреда при принесешь себе и жизни этим людям но это же вообще-то не об этом не то что ты ничего не будешь делать потому что на самом деле невозможно ничего не делать в целом потому что ты как бы запрограммирован что-то делать так устроена вот и но я некоторые люди по крайней мере запрограммированы есть люди которые запрограммированы больше смотреть чем делать на какие-то проекторы не моторные например да и там предположим рефлекторы может быть да не зачастую больше про то чтобы направлять смотреть ну как бы оперировать ну как бы координировать делание других людей но большая часть людей запрограммирована чтобы делать генераторы и манифесторы тоже то есть можно сказать процентов 80 популяции такие делатели если не заигрывать с этой темой а прямо вот ответить как я это вижу без шуточек то на самом деле делает форма вот и об этом я не о том что нужно начать сесть на диван и ничего не делать и что ты ничего не можешь своей жизни сделать без сомнения можешь но что для тебя правильно делать ты не знаешь пока ты не откликнешься как генератор иными словами если у тебя стоит даже на уровне ума сейчас выбор кавычках сделать что-то или не делать ничего и но ты не знаешь вот и сейчас это сделаешь это действие как в казино ты ставишь и выигрываешь или ты ставишь и проигрывать это действие может привести например к тому что там близкий там человек умрет или ты станешь инвалидом но есть возможность что ты там не знаю станешь счастливым и дом построишь вот сделать непонятно уже большой достаточно риск до когда мы из ума действуем и не мы не сконструированы значит встретиться с обстоятельствами и последствиями своего инициирования это не наше там кино мы не оборудованы таким образом чтобы обработать это и быть обезопасен и через свою стратегию авторитет предположим ты придумаешь себе прыгнуть залезть на скалу и прыгнуть оттуда сальто в воду ты человек с открытой селезенкой эмоционально определен и ты определена и для тебя такое решение может быть и может быть корректным если ты получила запрос выждала национальную ясность но тут не было ничего этого тут просто я тебе позвал рядом с моей селезенкой ты чувствуешь себя безопасно поднимаешься со мной мы прыгаем я как спонтанное существо в полете разворачиваюсь правильным образом и приземляюсь успешно а твои инстинкты интуиция не подсказали тебе в моменте что это опасно потому что ты пошла туда без своей национальной ясности ты попала не в свою как бы канву через обуславливание туда пришла и прыгая ты не оборудована к такой быстрой спонтанности понимаешь и ты получаешь последствия которыми тебе потом твоей жизни иметь дело вопрос она надо было делать или лучше было не делать ничего в тот момент вот понимаешь что я не понимаю но здесь тоже такой вопрос внести на того что момент того когда человек приходит свои истинные природы он же тоже предопределен ударить и даже этот выбор ну то есть это все предопределено то есть невозможно невозможно раньше осознаться даже если хочешь да 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 в этом вопросов нет мы как бы выбора нет мы сейчас дискутируем на уровне просто говори да 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 и чем просто на час я попытаюсь как я это понимаю может быть просто зрителям будет проще воспринять мой язык более простых слов относительно того что когда я понимаю вот этот момент что все предопределено у меня был такой момент когда это осознала что я просто захожу домой и у меня есть какие-то рутинные обычные дела там вот после интервью я делаю вот это вот это вот это ряд действий которые делают андуксин каждый вечер и уже делаются монотонно просто на уровне ну вот привычки и здесь захожу домой и я как бы но одета в платье я в обуви я там накрашена с аксессуарами но суть том что я должна пойти как бы сменить одежду все такое я такая думаю стоп и я в этот момент просто бегу с прям с двери разбегаясь прямо и прыгаю в бассейн и здесь я думаю это ну то есть это была такая встряска ну программы то есть я как-то ее ну то есть это же было неожиданно якобы я думаю что мой мозг он не то есть я я в шоке от того что мой мозг возможно еще не загрузил информацию не понял что вообще происходит на самом деле то есть эта программа для тебя это было неожиданно они для жизни твой мозг как раз таки все это процессирует у нас просто сознательная наша часть это не мозг то есть наш ум и мозг это разные вещи мозг это часть тела и мозг работает на электричестве и на химии то есть это чисто материя и он это делает очень быстро то есть он обрабатывает стимулы реакции мгновенно а вот уже осознаем мы и на самом деле этот механизм он чудесная в плане того что нету на сегодняшний день какого-то там исследования который бы точно писала модель что же такое мышление то есть есть разные гипотезы исследования изучающие мышление но как этот механизм функционирует и что это такое вот я для себя отмечаю что-то для меня для такое определение вывел какое-то время назад не знаю актуально ли она до сих пор для меня кстати его не пересматривал в общем что осознаваемая часть работы мозга это и есть вот именно в контексте мышления то есть мозг обрабатывает очень много всего но то что становится осознаваемым по какой причине именно она становится осознаваемым где она это сознание бывает вообще живет ра называл это наше думание пуканье мозга да вот буквально что мозг это его это побочное как бы побочное действие мозга то есть она не не она не обязательно ты не обязательно должна осознавать чтобы жить и многие кстати формы жизни вполне себе без ума живут и прекрасно выживают взять даже например некоторые вообще рекордсмены там какие-нибудь крокодилы вороны они же очень древние они пережили столько уже разных целые виды уже истреблялись умирали они до сих пор живут а у них у монету у них есть мозг и причем довольно примитивный у них насколько я помню там у них только рептильный мозг у них даже еще лимбической системы нет и неокортекса нет то есть и такое сознание типа саморефлектирующие она не является необходимым поэтому когда ты побежала в бассейн и ты для тебя это было удивительно это было удивительно для вот это осознающий части а по каким по каким причинам механика были механические причины просто их так много их просто миллионы а может быть даже бесконечности чтобы их посчитать если бы тебя было если бы жизнь была более простой было бы всего три элемента в жизни мы всегда мы могли сказать что почему на что влияет но жизни не три элемента 7 миллиардов людей а если взять все все формы ну там тебя комарик кусил ты уже нагнулась там ногу почесать это уже изменение траектории понимаешь сколько таких микро 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 деталей которые влияют все друг на друга поэтому внутри такая же история там как-то твои там внутренние флоры там да тоже поэтому для меня это нет не свидетельство того что ты удивила как-то жизнь это просто свидетельство того что эта жизнь сделала проявила через тебя что-то необычное в контексте того что был нарушен определенный паттерн которому ты привыкла ну так жизнь это все время делает а иногда она это делает шокирующим образом там аварий например ты вроде ездишь каждый раз на дачу хиракс и половин твоей семьи умерла а ты в больнице мы такое же бывает я просто вспомнил не знакомо 1 рассказывала ехала так но и такие вещи случаются и это такая крайность но она только крайность вот корона вирус тоже там через люди живут живут тебе уже цивилизация ничто не предвещало беды и все было как бы гладко чтобы сладко да какие-то проблемки были но в целом они как бы решаются в процессе а тут бац самолета не летают границы закрытая когда это пройдет непонятно решение нету люди болеют и умирают многие и вот это что эта мутация это буквально вирус эта часть кинетического кода которая произошла мутация теперь он вторгается в системы организма других живых существ вносит свое воздействие и меняет нет не только индивидуальной жизни а вообще порядок на планете маленький вирус вот какие у механизмы у жизни есть по регулированию это не о том что мы беспомощные на уровне ума то есть мы как раз таки через принятие своей беспомощности вот такой вот что ты не влияешь на происходящее ты можешь снять контроль с тела то есть когда человек на уровне ума эту концепцию берет что нет выбора он продолжает подавлять тело уже этой концепции что типа тело откликается порывается что-то сделать а ну все равно это ни на что не повлияет и рассказывать себе уже новые истории о том что нет выбора и это тоже обуславливание то есть то что человек если как бы какой-то зритель сейчас посмотрел это и такой типом ну вот выбора нет ничего не буду делать это просто он перенимает таким образом это обуславливание то есть он берет эту мысль о том что нет выбора и он не он не начинает жить себя через это он просто этой мыслью теперь управляет продолжает ум рулить идея не в том сама концепция ну как бы дизайн человека на входе не представляет так что типа нет выбора я никогда не слышал это на каких-то базовых там курсах или это ну как бы вещи которые тебе становятся понятны самому в процессе или нет если нет то как бы нет вопросов вот если ты сам это обнаруживаешь ну что ж это твое но в принципе о трех вещах дизайн человека вообще-то о том что нет выбора выбора нет вы уникальны любите себя уж это ядро дизайна все остальное это механизм механизм понимания деталей почему нет выбора как-то устроен как этому не мешать и это не сделать сознательно типа я сейчас трепану помедитирую и больше не буду вмешиваться не нет ты будешь вмешиваться пока твое тело не привыкнет пока не пройдет вот эти семь лет хотя бы то есть это длительный процесс и кого-то оттолкнет это детерминированная система нет выбора все предопределено это не так я живу не так у меня есть выбор я пошел выбирать но это значит не люди не могут увидеть дизайн человека не простая вещь чтобы ее как бы в курить нужно увидеть если ты думаешь что у тебя есть выбор это никогда не задавался вопросом а кто этот я который выбирает и где этот выбор формируется это простые вещи которые там лет 18 наверное начинаешь уже там интересоваться понимаешь если человек это не зато он просто шабло не работает так ну ему дизайн человеку может быть будет бесполезен потому что он просто не сможет взять это дизайн не для всех я когда мне предлагают какие-то там коллабы или какие-то там историю типа там давай сделаем что рекламу я никогда не делаю я не делаю никаких рекламы или там не прошу каких-то там людей там ну понимаешь да что тоже приду я полностью понимаю потому что именно поэтому собственно меня и заинтересовал дизайн именно с твоей подачи потому что я еще не встречала сильно мастеров которые разворачивают раскрывают эту тему это как делаешь это ты то есть настолько глубоко настолько одновременно и просто но это не разумно для того чтобы осознать ее на уровне структуры вообще в принципе потому что столько ограничений категоричности столько вообще навязанных мнений правил какие-то мироустройства что в один момент у тебя просто ну ты ты не можешь просто осознать простые ну как бы вообще слова которыми действительно это доносится и для меня вот этот момент что все предрешено сначала тоже вызвал какую-то ну как бы сопротивление что как это так то есть действительно ли и относительно там то кто я да по дизайну человека но сейчас это ощущается немного по-другому это наоборот я чувствую себя в этом безопасно потому что для меня это как будто безопасное пространство для того чтобы играть в игру познание своей внутренней природы то есть я понимаю что все предрешено и у меня есть выбор нет хорошо или плохо неважно как я пойду ложным путем или нет и даже все предрешено это тоже или я пойду по своей истинной природе но мне не интересно идти по ложному потому что это получается я изучаю других людей ну как бы и проживаю не свою жизнь и мне гораздо интереснее узнать все таки что там внутри то есть именно действительно я и если все предрешено то это же классно ну то есть у меня есть возможность в безопасном пространстве играть и познавать свои чертоги своего для меня это как как бы как есть это не не могу сказать что это классно или не классно так так такова жизнь то есть она такой была всегда все поколения ни одного человека не было свободного от этого она всегда такой была и она всегда такой будет классно это или не классно я не знаю другой нету понимаешь это виду то есть это просто то как ты видишь в разные когда тебе очень нравится твоя жизнь ты радуешься что выбора нет и ты не ищешь смысла просто как бы нет страданий а если ты где-нибудь в концлагере немецком и твоих детей там семьи убивают в глазах и у тебя нету в этом выбора то может быть лучше верить в то что где-то будет рай от куда попадут хорошие плохие люди соответственно и ты получишь где-то ответы на вопрос почему же ты так страдаешь сейчас в этой безвыборности то что ко всему прочему жизнь еще довольно жестокая вещь помимо того что она прекрасна она безличностно и очень жестоко миллионы людей страдали и страдают на сегодняшний день и от голода и от смерти от ужасных и войнах и абсолютно безличностно в жизни очень много боли и в этом нет никакого смысла в этом нет выбора и это просто игра бога самого собой вот такая на жизнь она прекрасна и ужасная она рождает и она убивает поэтому сказать что выбора нет это прекрасно выбора нет выбора нет прекрасно это прекрасно плохо это может быть и плохо вопрос из какого ландшафта и каких оценок мы это оцениваем вот для если для меня у меня не эмоциональной перспективы на это для меня это просто так есть так есть как есть и я это не вы я это не придумал я родился сюда ну я это я я появился как-то в ходе взросления уже не знаю ну то есть я вспоминаю что там я помню в три года в 4 первое воспоминание уже было все готово уже все было готово вот эти родители вот эта страна вот эти там все язык там культура в это буду расти тело это эти опыты которые я потом буду встречать следствие этого я в какой-то момент просто начал себя осознавать что я и я существую я есть кто-то я вот сейчас последние годы более менее начал себя осознавать до этого такой просто просмотр фильм с уверенностью что я влияю на это поэтому ну посмотрим пока все вроде неплохо ну то есть в целом я доволен своим своей жизни сейчас несмотря на то что я не всегда счастлив и общение не эмоциональной и реагирует зачастую не эмоционально бываю грустный но это классно это классная грусть я сажусь гитарку беру какой-нибудь лирический романсик смотрю с прищером вдаль и ну свой кайф этом есть бывает иногда что раздражение есть особенно когда инициируешь где-то что-то то есть пытаешься продавить что-то и она не встречаешь сопротивление появляется фрустрация появляется злость тогда не нравится что выбора нет хочется чтобы он был по что я это хочу она не положено мне жизнью и жизнь не дает это а я все равно лезу пытаюсь и когда я это получаю она не дает никакого удовлетворения то что она не моё понимаешь и вот так через это мы учимся сдачи по сути поэтому выбора нет вы уникальный любите себя это действительно ядро дизайна но как бы к этим вещам механически подойти нужно то есть я не думаю что можно даже если человек это как-то вот увидел понял какой-то момент у него случилось сатори такое он обнаружил это что дальше а дальше социальное взаимодействие дальше паттерны ложного я который автоматически включаются ты заходишь помещение ты эмоциональная корневая и открыто эмоциональный предположим не было никаких 7 лет в эксперименте что я начинаю делать здравствуйте очень приятно как я привык как я научился обходиться с людьми чтобы и поехали по кругу у тебя свои там темы как ты там цепляешься там и за свои открыты селезенки за людей у каждого свои истории как мы начинаем играть и уходим от себя очень быстро потому что это мир ложного я здесь никто не оперирует в правде очень мало людей практически нету то есть 99 процентов времени все интеракции построены проекторы притворяются генераторами каждый нет не проживает себя да грубо говоря и чтобы это поддерживать определенные усилия уходит то есть там все хорошо да да все хорошо дорогая ну я не знаю какие-то у меня сейчас архетипические картинки понимаю что ты как бы вкуриваешь о чем я говорю нет необходимости линейно там эти примеры приводить вот но нам приходится как бы объяснять за прибалтывать и и так далее и вот эти взаимодействия где мы с кем-то встречаемся в правде такие моменты мы там нас это трогает иногда оскорбляет унижает мы думаем как нас это а на самом деле это же правда зачастую я такое много раз было когда у меня что-то очень ранило я в последующем обнаруживал в ходе как бы своего исследования своей жизни что это блин ты конкретный человек мне ну сказал правду я просто не хотел ее принимать первый вариант второй вариант не готов был ну как бы выбора то не было тоже в этом смысле и сам еще верил какую-то версию себя а когда ты фрустрированный генератора это 99 процентов генератора фрустрированы по что они живут не не себя и проекторы горькие потому что они не распознаны в качестве проекторов манифесты злые потому что их манифестовская сила не находят естественного выражения рефлекторы разочарованы по что они все одинаковое встречают везде везде ложная и вот любому этому человеку скажи ты не счастлив ты фрустрирована и твои проблемы в этом дай любую версию любая версия понимаешь и человек цепляется и так вот все авторитета работают любой гуру придешь к любому гуру он скажет тебя проблема скажет а как вы узнали что у всех есть эта проблема никто себя не любит и дальше тебе говорят но есть способ как себя полюбить ты должен медитировать столько-то лет ты должен там еще что-то должен что и не понимание не появляется ты делаешь ну как это почему неважно дело это традиция такая вот нет мне такой не канала я как третья линия всегда бросал вызов этим вещам я видел что любой гуру любой просветленный пробу кто бы это такая же свинота сидит который тот такой же человек со своими со своей структуры ложного я который сильно может быть не представляет объем этого ложного я своей жизни или может быть скажем так его окружение поддерживает определенный образ потому что это еще и бизнес зачастую когда там все это иерархии все эти так далее вот я бы видел просто это не работает 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 но и вот в итоге я бегал 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 так искал себя много чего попробовал всяких разных практик системы пошираю был с этом по всяким разным историям так жизнь свела с дизайном который тоже мне где-то полгода на ушло просто чтобы смириться с этим потому что я получил прочтение и меня не тронуло ну вот так случилось не тронул я не понял не рассказали все но не проникла я не не почувствовал инициации не было и по через полгода только уже кстати в индии это случилось после випассаны в одном трипи в первом я увидел механизм это что ну то есть как бы я просто увидел что это вообще такая штука масштабная может быть и ядом своему мишкам тупым даже не мог понять насколько это как бы объемная вещь и потом уже в течение там нескольких месяцев я общаюсь с людьми это ну как бы видел через коммуникации как это эти вещи рождаются и и робко-робко начал свой эксперимент там первый свой шаг я помню было из отклика вернуться в россии с девушкой были в индии она говорит поедем на север индия а ты хочешь на север в россию хочешь вот мы откликнулись как два генератора по классике через а ну звуки с экране не через артикуляцию а через звуки тела и попали и приехали в россию не началась первая ломка такая вот когда я просто лежал в кровати я пойду и просто не мог и встаю куда-то идти а куда у меня каких как бы дел нету то есть придумывать что ли что-то где-то через две недели мне нам приятель мой 46 генератор написал что хочет встретиться мы встретились как-то он что-то предложил и закрутилась активность какая-то я тогда очень переживал что меня все социальное на накроется потому что я полгода жил в азии приехал уже начав эксперимент с дизайном пришел в офис и тоже сказал там я хотите что спрашивайте меня только буду откликации ну то есть я так начал очень по-тупому двигаться знаешь формально но это дало какой-то результат может быть определенный радик радикальность такая была потом конечно были периоды когда закрывал эту тему попробую без этого шо вообще моя жизнь бы и обнаружил что в принципе все равно так уже и происходит так уже живу то есть я не знаю как жить по-другому вот это то к чему я пришел в одном из своих опытов я просто понял что как бы я там не пытался засрать дизайн что там из критика с какой-то и нету там этого основания и нету там экспериментальной базы а как мне это жить не знаю воплощать то что здесь боже упаси очень много здесь всего правое существо ты знаешь это накоплено столько стратегий и они зачастую такие что пусть лучше это в уме и остается а что же мне делать я ничего лучше не обнаружил кроме как вот этой генераторской стратегии откликаться окей я пока не буду ничего делать я посмотрю как мое тело будет реагировать это она уже часть жизни она же все как бы она же грамотное тело то нужно много всего знает умеет она намного умнее чем чем то что я думаю по штану много обрабатывает понимаешь да крутое короче дело пусть она и реагирует тогда на происходящие запросы все подходит человек мне какая-то на него реакция быть надо просто бдительным к тому что рождается в теле не как какое ты впечатление производишь а какой на тебя производит впечатление потому что на основании этого ты откликаешься или нет и все и дальше ты входишь в цепочку событий в которых ты продолжаешь как бы двигаться через вот этот вот механизм отклика иногда конечно где-то не идеально это не так что ты типа щелка все это всегда теперь экспериментируешь корректно ты откликаешься нет конечно где-то где-то у мишка подтягивается где-то что-то захотелось что-то увидел и сложно иногда непонятно это отклик или это я там из жадности своей полез но смотришь на результат результат один у генератора ты удовлетворена или удовлетворен или фрустрирован все если фрустрация есть и ты все время обдумываешь обсасываешь это и возвращаешься ну значит из башки принял если пережил энергетический был соединен в контакте с опытом был все круто твое значит прожил свою правду дальше идем смотрим фильм никакого не остается неприятного послевкусия типа фрустрации но так ну как бы задним числом уже обучение происходит вот у меня так мой вход начался примерно примерно 7 лет назад дальше были очень разные отношения с дизайном и ломки были конечно безусловно потому что ничего не можешь сделать ничего чтобы ты не делал что ты знаешь какие-то все тупо уже то есть садиться в медитацию что ребенок делать что но те накрывает и там что-то ты понимаешь что это твоя жизнь ты понимаешь что ты это не пособен сейчас принять ну хорошо ну подышишь ты раз два три ну понимаешь что мед это как будто бы какие-то неестественные уже вещи ты просто начинаешь понимать что дашь и хэпанс до боль случается меня так был опыт там один когда просто так лежал на полу и понимая что просто нужно время то есть ничего с этим не могу сделать я не могу из этого никак избавиться это просто больно это ну как бы вот она я хочу заплакать никак то есть сухость такая эмоции то нету как бы но херова да да и вот ну там определенные были там обстоятельства тяжелые ну короче смысл в чем что все только время проходит это через это не убегает этой боли свидетельствуя ее ты становишься зрелым у тебя объем появляется тогда иначе ты серьезно все хорошо все хорошо плоский человечек а когда ты знаешь эту сторону жизни она есть это глупо говорить что этого нету потому что иногда там ну не хочется сказать этим всем людям которые там я там всегда не знаю умрет мама у него этого человека там или еще что такого плана произойдет ну мы не знаем как что-то как какие могут последствия на ногу ему там перри период трамвай что ему не будет больно но абсурд же ну как это не не то есть жизни если мы говорим об эмоциях это обязательно есть наслаждение более то две стороны одной медали поэтому если ты например испытываешь какую-то любовную историю с человеком ты привязываешься ты чувствуешь и чувствительности происходит предательство например когда твои принципы твоя чувствительность вероломно разрушены ты ощущала близость и сейчас уже ничего это больно это может быть больно но через это не убегает этого не обвиняя другого пошло он то просто живет без выбора на свою жизнь он должен был это сделать для тебя ты проходишь ты получаешь этот опыт и взрослеешь ты обнаруживаешь да вот ну так и созреваемые 53 42 канал созревания или 36 35 прогресс на приход прогрессу через эмоциональный кризис никуда от этого не деться а кризис он всегда когда мы живем он всегда он рядом кризис опыта потому что наши ожидания сталкиваются с реальностью и мы переживаем кризис проникновение но в опыт он нас потрясает нам больно потому что это не то что мы ждали мы обвиняем сначала там родителей что жизнь не такая какая мы хотели бы чтобы она была потом каких-то других людей потом партнеров наших ты не тот за кого себя выдавал или там я по-другому все это представляла представлял вот так мы учимся тому что мы ничего не здесь не управляем по сути это школа сдачи жизнь и концу предполагается если мы осознанные существа мы приходим смиренным вот в этом смысле мне очень нравится слово смирение на такое хоть и религиозное но смиренным принятие своего места своего пути своей жизни принятие того кто мы такие и принятие если сказать глубже в любви к тому кто мы такие потому что если я не могу это полюбить кто это может полюбить а я знаю что я знаю же я мастер создать приятное впечатление мне открытые эмоции я могу такой глазурью шоколадные столько дерьма покрыть что будет казаться что я пончик сладкий но это знаю сам хорошо свой внутренний мир я знаю какие мыслишки у меня бывают я знаю какие поступки отдел и забыть их не могу к сожалению поэтому что мне остается с этим делать моя ответственность это любить больше никто с этим не справится поэтому я это обозреваю впускаю разрешаю вот это я это мое кино это да не такой конечном счете не могу сказать что всегда люблю себя во всем но тенденция такая есть она заметна она очевидна мне по крайней мере потому что я больше не прячусь я сам не прячусь и мне не нужно прятаться от людей больше потому что раньше приходилось образы играть определенные особенно когда только начинала тренингами заниматься то есть определенные такие стереотипные роли сейчас нет такой потребности я не разделяю работа учеба личная жизнь есть какие-то пространство которые этом не выношу публично но это больше связано с ограничениями там партнеров с которыми общаюсь не все хотят быть там рассказаны как истории но мне нет такого чтобы я там что-то прятал например то есть какие-то просто не всем людям все надо знать это не о том что я что-то прячу если спросит скажу если будет для меня это правильно но я для себя внутри себя нету этого сопротивления этим аспектом такая вот честная интроспекция она приходит со временем тем более ты тоже 14 тоже интроспективная то есть самоисследование это длинный процесс и это только еще тем-то молодая еще очень до 30 лет мы еще дети вообще 30 возврат сатурна происходит на самом деле взросление вот тогда уже начинаешь смотреть на ну как бы по-взрослому уже что ты видишь что выбора если если еще и веришь него то он уже его меньше ты уже старше уже видишь что какая-то линия жизни она уже зафиксировалась вот и уже как бы возникают больше темы про подлинность не про то чтобы там какой-то в мире снаружи что-то произвести а про подлинность что конечно счете всем похер друг на друга кто там что на тебя подумал посмотрел как ты там выглядишь вообще все каждая себе вот на самом деле если так то уж лучше туда кайфовать с того кем ты являешься а так мы любим попариться типа как нас там воспринимаю я тоже то есть это нормально такое ложное типа она всегда есть мы мы будем ложным я ира говорил что это знание не для вас взрослых людей это для детей ложная я которая встретила дизайна но не перестанет быть ложным я ты становишься осознанной по поводу этого но это уже запечатленный паттерн с детства поэтому прийти к той корректности потенциалу осознанности который был момент рождения у нас мы уже не сможем дегенеративный процесс остановить можем достигну как бы как сказать мы поломаны понимаешь что искажениями этими а вот детки маленькие до потенциале могут если они рождены у родителей которые проживают себя не на словах ребенку там чтение делают и типа также живут из ума но типа знают его канала ахели толку если ся не проживаешь если себя проживаешь ребенок автоматически в правде растет ты не играешь ним не играешь со своей женой или мужем и ребенок просто ему ничего не остается он занимает свое место тем чем он и является от него не требуется ничего другого это естественно очень процесс воспитания тогда воспитание без воспитания себя воспитатель называется без ложной среды ну да но этого нету это идеальная конструкция и уже не успеть в двадцать седьмом году меняется крест креста планирование крестящего феникса и вот только сейчас началась семилетка последние на двадцать седьмого года и это разрушение цивилизации такая апокалиптическая часть дизайна человека заключается в том что нашей человеческой цивилизации осталось шесть с половиной лет дальше люди тоже будут существовать на земле но уже не видеорганизованной цивилизации и мы начало этого процесса видим пандемия которая произошла в начале этого года это начало этого процесса экономика организации структуры границы служба обеспечения полиция врачи все к чему мы привыкли как гарантированной данности которые мы можем опираться магазины банковские карточки это очень хрупкая вещь основанная на том что все люди между собой согласованы и у них есть определенные протоколы взаимодействия понимаешь да если эти протоколы взаимодействия вынуть как структуру а это крест планирования который как раз сейчас стоит до двадцать седьмого года то мы лишаемся той связки которая нас объединяет это сообщество делая нас цивилизованной группой который каждый занимает свое место ира говорил что это будет эра индивидуального выживания и это не самое легкое как бы время для для людей что жить в мире где каждый сосед может быть врагом мы не знаем что это такое еще и это такая типа пессимистичная перспектива есть положительного этого страна что разрушение цивилизации сулит потенциал бытия собой если ты знаешь как тебе оперировать через свою природу вот но то что это не не будет легким временем то есть цивилизационные блага которые мы привыкли я к тому что какой бы ни было прекрасным это знание дизайн человека он пришел это знание пришло под занавес нашей истории титры посмотрите как вы были устроены посмотрите на свою историю посмотрите на историю развития своей религиозности морали правил общества посмотрите на то что такое семья это все это через дизайн начинаешь демистифицируешь все эти мифы я обожаю историю религии потому что ты начинаешь видеть просто как развивалась сознание форме и это все помашите ручкой потому что мы не сможем построить никогда уже это идеальное общество основанное на правде и так далее потому что просто для этого не будет интереса ни у кого к этому последние годы сейчас там люди которые смотрят эти передачи там посещать это занятие пока у людей есть что жрать как только представь один один два три дня город без без электричества без вывоза мусора без завоза продуктов магазины я готов поспорить на что через три дня люди с топорами будут бегать по улицам вот то что мы видим в америке сейчас когда там просто не знаю слежуешь или нет но эти все протесты они заканчиваются тем что полиция ничего не может сделать то есть люди просто грабят магазины абсолютно вроде культурные люди мы же не перестаем быть животными это так наивно считать что мы какие-то другие но на самом деле мы мы никуда не ушли из джунглей мы просто внутри джунглей сделали бетонные коробки которых нам более-менее безопасно относительно других животных но мы продолжаем быть животными млекопитающими нас есть зубы нам нужна еда понимаешь и мы хорошие добрые когда у нас все есть 1949 ты знаешь что это такое когда ресурсы есть чувствительность можем поговорить о духе можем поговорить о сознании можем поговорить о высшей интеллектуальной функции науки об искусстве если хочется кушать а если хочется кушать уже три дня а если хочется кушать уже три дня у тебя есть оружие твой соседа есть еда а у тебя есть ребенок который хочет кушать тут уже вопрос ну это я не то чтобы там пугать хочу но некоторую такую может быть горькую такую таблетку в отношении того что очень много пропаганды есть и обратный что типа будет переход переход новая эра мы все заживем в другие частоты поднимемся будет светлый мир посмотрим то что я сейчас вижу из тех тенденций в мире которые происходит я вижу полностью что раурху получил конкретно правда правильную информацию о том что происходит все прям как по нотам то есть с этим еще коронавирусом прямо четенько все четко и в отношении того как люди взаимодействуют я уже вижу когда вы например приходишь как в компанию где вот раньше такие добрые фильмы смотришь про 60-е годы где прямо рассвет крестопланирования где вот этот теплота племенная где мы же друзья мы же вместе сейчас как бы видно что кажется сам по себе уже то есть мы как бы соединяемся и племена эта часть она все равно еще функционирует мы как бы вроде вместе но вот эта индивидуальность она уже про просвечивает фриканутость такая где даже даже можно посмотреть по кумиров сегодняшним чем ты больше фрик тем ты больше как бы в хайпе чем ты больше не похож чем ты больше ёбнутый нестандартный какой-то необычный вот такой вода тем ты больше интересен раньше их просто гнобили в традиционных таких племенных орнаментах сейчас другое время и после 27 уже традиционные племенные отношения будут странными у тебя семья тебя пятеро детей ты еще в порядке понимаешь то что типа раньше это было это вот происходит не то что в одну ночь 27 мы последние шесть с половиной лет сейчас смотрим это крест планирования перед рейвами еще то есть это постепенный процесс вымывания что делает коронавирус он по сути через этот механизм он дистанцирование создает то есть мы не можем уже так все обниматься ходить это уже запрещено законом это по сути программка а через что и она еще должна что вы должны проснуться с этой идеей нет это вот разные такие вот способы через что это будет протаскиваться вымываться старая программа появляться новая индивидуализация спящий феникс все это механически как но ты читаешь или там инструкцию или как это фильмом нашими спектакль как программка поэтому это прикольно как бы мне как исследователю я еще интеграционные я чувствую мне прямо наш дух захватывает от того что наступает время когда эта энергия может реализоваться интеграционная мы не вся система потому что это конкретная в действии еще были фантазии о том как я не джунглях выживаю там с мачете и знаешь вот пророчество раурху в числе которого как бы там и дизайн человека и вот эти все вещи до рождения рейвов это содержит себе эту информацию поэтому я не знаю я не то чтобы верю я скорее начинаю замечать что там 7 лет назад когда только с этим столкнулся я ничего этого не видно было мир совсем был другой сейчас когда осталось всего шесть с половиной лет вот начинаешь видеть что это не так далеко это кажется уже реальней но вследствие того что вот как бы наблюдаю в реальности не в тексте там который на получил 30 лет назад в реальности событий которые сейчас происходят того как взаимодействие случается конечно это индивидуально ты племенной останешься всегда будешь племенной у тебя всегда будут важны вот эти отношения с близкими людьми но это не будет поддерживаться цивилизации часто какая пропаганда что ты мальчик девочка в семью это же крест планирования это же нет не только так может существовать человек понимаешь что это просто как бы но типа декорация текущая музыка которая определяет танец танец такой 18 лет замуж или жениться это понятно что сейчас поменьше этого потому что мы подходим к другой химии если даже взять специфику этих крестов глобальный крест как планирование который сейчас он содержит канал сообщества 37 40 канал семьи это частота которая нас обуславливала столетиями то есть мы находимся в этой энергии и сейчас это поддерживается еще а переходим в 55.6 который называется эгоизм это индивидуальный дух какая разница жена не жена на уровне духа мы резонируем или нет мама ты моя или сестра какая разница понимаешь что имеют эти родственные вещи они отходят потихоньку потому что возникает другая вещь на уровне сознания мы встречаемся или нет это же тоже это уже другая другой разрез и рейвы они будут от разных матерей рождены встречаться в одну пенту и становиться одним существом из разных генетических линий понимаешь какой какая пощечина по родовым делам ну вот такая вот тоже есть еще перспективка на реальность дизайн человека разное неординарное интересное и очень увлекательны по крайней мере для меня и